За этим столом сидят, за двумя столами сидят Это человек, который умеет делать приспособления И человек, который умеет обдумывать приспособления И те, кто его изучают и собирают опыты российский и международный То есть у нас есть редкостная возможность совместного мозгового штурма На тему, как его делать надо, как его делать не надо И как получается Почему где-то получается как надо, а у нас получается чаще всего как всегда А может быть и не всегда, как всегда Это знают только гости Сергей Борисович, помимо того, что практикующий реставратор Он еще и автор такого редкостного жанра, как реставрационные стандарты. То есть он постоянно с упорством такого вот, в хорошем смысле слова, маньяка пытается вернуть реставрацию в рамках кодифицированной профессии, чтобы в нее были профессиональные стандарты, регламенты, участвует в создании деятельности союза реставраторов. Вот, кроме того, еще изучает зарубежный опыт этого устройства этих процессов в Италии, Испании. Иногда вот так на ходу, когда удается с ним перекинуться словом, рассказывает интереснейшие вещи, никак не удается. В общем, если бы мы жили в эпоху Возрождения, я бы его назвал Титаном Возрождения, но поскольку мы живем в какую-то другую эпоху, вот дополнение надо придумать самостоятельно. Может быть, у него есть версия на этот вопрос, версия ответа. Сергей Борисович, я, наверное, с очень молодых ногтей, когда я только начал интересоваться всеми этими делами, постоянно слышу разговоры на тему памятник или функция, что к чему приспосабливать нужно, памятник, функция или наоборот. Этот вопрос теоретически ставится уже последний лет 40, и каждый раз он теоретически разрешается, что, конечно, первую роль играет, первоочередное значение играет реставрация, интерес сохранения памятника, подлинность, а функция, пусть будет хуже функции, если она этому противоречит. Но судя по тому, что этот вопрос продолжает и продолжает ставиться, на практике выходит ровно наоборот, я думаю. Или очень часто выходит ровно наоборот. Мне хотелось бы вас спросить, как вы сами этот вопрос считаете правомерным, обязательно это противопоставление или, возможно, все-таки какая-то гармония? И что здесь в этой сказке о курице и яйце первично? Памятник или порождает некую функцию, его образ и его бытование в сознании, или наоборот уже функция навязывает людям какой-то образ, облик памятника и то, как он будет жить? Как бы вы на эти вопросы ответили? Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, конечно, тронут такими словами по поводу и титанов и все остальное. Я, конечно, не профессиональный преподаватель, лектор и так далее. Я, на самом деле, практикующий архитектор, руководитель, администратор средней руки в организации, ну и занимаюсь какими-то вещами, которые связаны с нормативным регулированием и техническим регулированием. По поводу, собственно говоря, вопроса функции памятника. У нас в нашей среде бытовало всегда такая максимум, если там уже произнес, что если функция не вмещается в памятник, то виновата функция. Но проблема в том, что, понимаете, тут очень такая сложная взаимосвязь. С одной стороны, вмещение функции, которая дана по факту в задании архитектору, там, реставратору или кто-то занимается контрактом на конкретный объект, это, собственно, проблема, знаете, социального заказа, который трудно определить, потому что есть договоры, есть обязательства и так далее. И здесь начинается вопрос, связанный с профессионализмом архитектора, который сумеет и планировочно, и технически, и инженерно обеспечивать эту функцию, доказав заказчику, что именно он это и хотел. Это, конечно, вопрос сложный, особенно в нынешнее время, потому что заказчики у нас, как правило, мотивированы сильно доходами, мотивированы, так сказать, своим невежеством и всем остальным. Вопрос, наверное, с функцией решается в более широком глобальном ключе, когда возникает некое, так сказать, все-таки влияние власти на, когда на территории возникает некоторое отношение не к одному памятнику конкретному, а к сумме памятников, которые так или иначе выполняют не только экономическую роль для заказчика, но и социальную, общественную и так далее. И когда вот это функционирование функциональное на территории существует, и когда есть возможность предложить тому или иному потенциальному пользователю объекты, соответствующие его намерениям, наверное, это тоже вопрос решаемый. Но спор, он всегда идет. И, сказать, когда мы говорим, приложим, ну, примеры очень такие, знаете, характерные для, например, как бы, для театральной среды, что у нас в России, что за рубежом. И когда, так сказать, реконструируются большие театры классические, да, вот как Ласкало, и можно посмотреть, как там, так сказать, функция достаточно серьезно, так сказать, разрушила структуру старого театра. Она, может быть, была профессионально, так сказать, сделана на хорошем проектном уровне, но в смысле часть театра ушла. Есть другие примеры, когда там театр тоже в Италии, театр Сан-Карло в Неаполе. У нас, как правило, таких решений очень мало, потому что какие-то, то, что сейчас происходит в целую большом театре, вы прекрасно все знаете, то, что происходит и в малом, когда, в общем-то, фактически вынимается вся внутренность, остается внешний объем зданий, и, как правило, насыщается технически. Ну, тут много причин, не только неумение архитекторов, проектировщиков, но и, так сказать, здесь вопрос нормативный, нормативных документов, вопрос госкортизм, надежности, безопасности и многое-многое-многое другое, которое так или иначе влияет на всю совокупность решений, которые там происходят. Избыточность инженерных решений, избыточность технических решений, она, конечно, вредит памятнику, потому что на памятнике должно быть принципиально, если в строительстве это модельно-нормативное проектирование, оно такое и было всегда, то в реставрации и приспособлении памятника должно быть все-таки доказательное проектирование, как доказательная медицина. Потому что, как правило, мы всегда имеем дело с хронически больным, он может, конечно, выздороветь, но поправиться окончательно он, конечно, не может, его надо поддерживать. И поэтому здесь это вот такое различие, поэтому функция может найти место в любом памятнике, но здесь нужен профессионализм, нормативное регулирование и действие все-таки власти. Власти в широком смысле, как органы госохраны, так и исполнительные власти, и принятие функционирования по территории, сохранение, то есть концепция сохранения территорий исторических, она решает, в общем-то, так сказать, функции, и управляемые функции очень часто. Спасибо. Реставрация высокая вещь, но говорить о ней все-таки можно сидя, это в раз. А хотел попутно спросить, что такое доказательная реставрация, кто кому что должен доказывать, может быть, не все это, я, например, не очень понимаю. Ну, что такое проектирование в чистом виде для нового капитального строительства? Это некая заданная модельная площадка, которая готовится, пятно застройки. Это, так сказать, некий архитектурный образ, тот или иной, который родился в голове архитектора, который, так сказать, насытился решениями инженерно-конструктивной. И, в общем-то, это должно соответствовать тем нормативам по безопасности, по техническим характеристикам, которые, так сказать, заложены в действующие документы. Технический регламент, СНИПы, ГОСТы и так далее. Что такое доказательное, так сказать, да? Это вопрос, когда у нас с вами есть объект, и принять какое-то решение, пока вы не узнаете, не проведете полную, так сказать, анализ этого, что он состоит, как он дышит, чем живет, и его возможностях. То есть найти тот необыкновенный, так сказать, набор, так сказать, данных, характеристик, ну, так сказать, которые позволят вам решить, принять решение. То есть на основании, то, что называется в документах наших нормативных, это комплексы научных исследований. Комплексы научных исследований – это основа для реставрационного проектирования. И все, что… Это по-другому никак. Но, вот, но, так сказать, наши все, так сказать, действующие технические регламенты, они пока это не учитывают. И поэтому есть эта коллизия между, так сказать, строительством и реставрацией, госэкспертизой и, так сказать, органами охраны памятников. Вот просто это доказательно, это то, что нужно доказать. Это не расчетный, понимаете, вот, ну, маленький пример. Есть некий свод. Он в процессе, так сказать, своей эксплуатации получил, так сказать, деформацию. Техническую, пластическую, предостроительство и так далее. И он имеет, так сказать, совершенно, так сказать, ну, какую-то форму, которая не для них как идеальной. Не строится, она просто изменена. И даже те мероприятия, которые закладываются в инженерной части, в инженерно-конструкции части проекта, они приводят к неким нормативным показателям, сказать, которые необходимы, чтобы свод, так сказать, обладал какую-то несущую нагрузку, да? Но при этом никогда норматива, 100%, вы не достигнете. То есть вы вылечите, но не до конца. Поэтому, но с точки зрения классической госэкспертизы, строителей и так далее, но это же нонсенс. Если конструкция не несет, ее надо та убрать. Нужно сделать хорошую, идеальную, правильную. Так что мы должны доказать, что при условии, что даже не набрав нормативные показатели, любой элемент памятника, он при этом обладает некой стабильностью, безопасностью. И, естественно, он сохраняет свою подлинность. То есть подлинность как основную категорию вообще. Без этого памятника, в общем-то, убывание подлинностью, но это разрушение памятника. Понятно. Ну, не знаю, вот как это, может, расскажете про западные примеры. Там тоже нужно доказывать, что памятник имеет право на жизнь, все его элементы имеют ценности. Или там как-то по-другому эта философия этого дела устроена. Ну, вот, знаете, есть у нас, многие знают, наверное, уже в России, она достаточно давно, и я давно знаком с ней. Это архитектор Лизавета Фабри. И когда мы, так сказать, вот разговаривали на тему по поводу экспертизы, они пытались своей фирмой работать на Московской государственной консерватории, и мы готовили совместное там такое предложение по проектированию. Ну, я рассказывал, что вот это так, так, наши нормативы, наши условия такие. И говорил, что у нас есть еще одна, так сказать, проблема, это прохождение государственной экспертизы. Ну, на ответ, так сказать, я говорю, вот она говорит, а насколько необходимо, так сказать, на протоколе государственную экспертизу? Она говорит, не проще найти специалистов? Она говорит, то есть вот эта позиция, так сказать, архитектора, так сказать, шеф-архитектора, который имеет лицензию, шеф-архитектора в Италии, который, так сказать, собственно говоря, подписывается под проектом своим именем, под нее, так сказать, дает страховку страховая компания под проект, И не только на стадии на проектное вращение, но и на производство. Потому что шифровый театр ведет и производство, и выбирает тех специалистов, которые бы необходимы, как художник, выбирает кисти и краски для того, чтобы реализовать свой проект. И поэтому вопрос о госэкспертизе, он такой, знаете, в никуда. И там функции госэкспертизы в какой степени выполняет страховая компания? Она, когда делает страховку, она нанимает специалистов, экспертов, которые подтверждают, да, эти решения в целом соответствуют тому-то, тому-то, кодам безопасности, цену там и еще всяким там нормативам европейским. Но европейские нормативы, они во многом, знаете, все-таки рамочные, в отличие от нас. Они дают свободу, сказать, того проектировщику, свободу лицензии, аттестации его, его квалификации, компетенциям и так далее. Вот у нас они более, сказать, жесткие, но от этого у нас, как бы, сами понимаете, лучше ничего не стоит. Тогда давайте вернемся все-таки к теме приспособления. Очень интересную идею, так сказать, вбросили, да, такого рынка возможностей, да, на некой исторической территории, из которого заказчик или владелец сможет выбирать некую функцию, да, которая больше всего подходит ему из какого-то выбора, набора вариантов, да, и больше всего подходит памятнику. Но ведь у нас зачастую все устроено совершенно противоположным образом. Есть некое здание, предположим, пустующее или полуразвалившееся, да, его решают кому-то навязать или отдать, или кто-то его покупает уже с какой-то заданной целью. И эта цель существует в голове заказчика заранее. Она никак не связана с исследованием памятника, с его тайнами, там, с его внутренними наклонностями. А что, какая в этом, в такой ситуации должна быть лучшая модель поведения реставратора? Как пройти по грани, чтобы не навредить? Ну, по грани, знаете, есть такое хорошее правило, соблюдать законы, по крайней мере те, которые у нас есть. Так вот для начала просто. Просто соблюдать те нормативы, те ГОСТы, которые существуют. Я там потом, может, покажу в последнем слайде. На данный момент существует уже 15 национальных стандартов, так сказать, в области сохранения наследия. И там прописаны по поводу состава, эти исследования и так далее. Эти ГОСТы рекомендованы письмами Министерства культуры для заключения контрактов, по крайней мере, в бюджетной сфере. И соблюдая вот канву, знаете, как некий каркас, некую структуру, так сказать, этого всего, уже можно прийти к той цели, которая, так сказать, ставится изначально. Потому что, так сказать, знаете, вот, ну вопрос, конечно, это власти. Потому что в любом случае нет такого чуда, что, предположим, не в одной стране, думаю, что мои коллеги подтвердят, что не бывает так, чтобы власть не контролировала наследие. Такого нет. То есть есть более суровые вещи, есть менее суровые регулирования, более демократичные, например, как в Англии, или более суровые, как в Испании или там в Италии, когда существует связка между органами охраны и МВД. Когда принимаются, так сказать, проекты реставрации, наиболее значимые объекты утверждаются земельным судом. И, так сказать, и вопрос изменения проекта, это на секундочку изменение решения суда. Понимаете? И когда ты что-то изменяешь или что-то произвольно делаешь, то к тебе приходит жандармерия, как это контролер в троллейбусе с компостером, и пробивает все твои аттестаты и допуски и лицензии. Поэтому, в принципе, исполнение закона, потому что, ну, при этом при всем понимании того, что все-таки то, что у нас пока нет, то, что вот говорят в рамках школы наследия, были темы, говорили, это каждому свое, понимаете? Кто там художественно одарен или просто любит, так сказать, историю свою страну, он воспринимает некую внешний облик, так сказать, образы, так сказать, сами памятники истории их и так далее. Кто, кому-то, так сказать, это экономика, экономика серьезная, которая вот на данный момент, знаете, вот, ну, секундочку, Испания, да, 5% ВВП – это доходы от используемого наследия. 5% ВВП. У нас, извините, там, не знаю, там, какое-нибудь сельскохозяйство им так приносит. Поэтому, как бы, тут вопрос, как бы, собственно, регулирования сферы, и все равно это называется государственной сферой. Ну, мы уж практически, знаете, так перетекаем потихонечку некий мой разговор, потому что я говорю, что я не лектор, а у меня тоже, знаете, такой поток сознания на заданную тему. И он, поскольку давно в профессии, знаете, можно как бы постоянно откликается на разную вводную тему, сказать, тот или иной уголок сознания, памяти. Может, это и к лучшему, потому что так рождаются озарения. Значит, давайте мы так построим, вот после этого головокружительного теоретического вступления я предлагаю посмотреть вот те небольшие презентации, которые приготовили наши гости. В первую очередь вы, Сергей Павлович, у нас тоже есть, да? А потом мы сможем уже обмениваться мнениями, задавать вопросы, или, вернее, сначала задавать вопросы, а потом обмениваться мнениями и какими-то жизненными историями, чтобы кончить этот вечер с большой пользой для себя. Прошу вас, Сергей Павлович. Спасибо. Ну, я, сказать, моя презентация, она, как бы, видите, по тексту, да, сказать, реставрация, представление культурного наследия, предварительное или единство. Дискуссия со временем. Потому что почему, вот я, сказать, все-таки потом вставил такой, сказать, подтекст, дискуссия со временем, потому что надо понимать, что, ну, памятник, ну, так антологически, не говоря, что это там и пирамиды когда-то падут, но, в принципе, памятник — это некое, именно, определенное время и некое вечности, да. Любая функция, которая входит туда и приспособление, это все-таки актуальность, это вещь актуальная, то есть, это, так сказать, это вещь, которая связана именно с текущим временем. При этом нет идеальной функции, которая соответствует памятнику. Потому что то, что когда памятник возникал и строился, и, так сказать, и там, будь то храм божий, то ли там больница, то ли дом, время меняется, меняется предпочтение людей, меняются традиции и так далее. И для нынешнего памятника любая функция, она, собственно говоря, она его разрушает, в любом случае разрушает. Потому что, на самом деле, ни музей, ни церковь не сохраняет. Они, как бы, знаете, легализуют некую функцию, которая была, она как бы напоминает о ней, но в технической части, в деталях, сплошь и рядом происходят музеи, пытаются совершенствовать свое техническое обеспечение, оборудование, им нужны площади. Они пытаются, так сказать, сделать как можно больше экспозиции, полпольских стен. Ну, примерно, рядом, так сказать, с нами, чуть-чуть попадает, там, Пушкинский музей, который пытается, вот, как бы, стать музейным городком. Хотя, вот, мне, так сказать, не особо обидно, потому что мое детство прошло, наверное, и юность в жалах Пушкинского музея, когда еще в те годы, когда еще мечтал быть художником, и вот залы там, куда приходили, и мне казалось, что вот пусть они останутся вечными, такими, какие они были. Вот не надо ничего менять, понимаете. Вот человек меняется, артефакт, ну, как есть такой вот. Мне, лично мне не нужно, как бы, чтобы его как-то анимировали, как бы приводили в медийный ряд и так далее. Пусть он живет той жизнью, которой он жил до этого. И также любой, так сказать, в церкви тоже происходит. Я уже говорил, напомнил, о театрах, которые, так сказать, совершенствуются. У нас был пример, когда мы реставрировали театр Корша, да, так сказать, участвовали в театре Корша, театр наций. И художественный руководитель, наверное, хороший актер, понимаете. Наверное, замечательный, так сказать, художник, с точки зрения какого актерства. Но с точки зрения, так сказать, подхода ко всему, да, так сказать, возможность, что когда зал должен быть сценой, сцена должна быть залом, трансформация, максимум света, механики и так далее. То есть, и когда мы говорили, что даже с точки зрения неудобства зрителей, он говорит, что, ну, мне не важно, понимаете, количество зрителей в зале, мне важно удобство актера на сцене. Поэтому позиция, она такая ясна, театр, так сказать, для актера. У нас масса художественных руководителей, которые приходят в театры. Ну, Геликон Опера, тому пример, да, так сказать, потрясающее крыльцо во дворе, это супер, там, да, или в театральном зале. В чем изыск, наверное, есть. Извините, я вас перебью, при слове Геликон Опера уже как-то хочется всегда снять шапку и как бы постоять в молчании над этим памятником. Вообще, конечно, да, вот деятели искусства, особенно вот театрально, они как-то вот очень свирепо обходятся с наследием, поскольку, видимо, ценят свое искусство превыше всех остальных. Но я не поэтому у вас отобрал микрофон, я хочу, вот вы сказали, вот такую очень интересную вещь, функция убивает памятник или потихоньку портит памятник. А как же тогда быть? Не может же быть памятник, который без функции не используется? Ведь мы не можем их все сделать музейными экспонатами. Это крайне редкий такой жанр, да, а что же делать? Мы милимся с тем, что, используя их, мы их убиваем? Это неизбежное зло? Ну, это такой дискурс, потому что, на самом деле, да, это так. Потому что, понимаете, имея усадебный дом, в котором были печное отопление, и часть дома там постоянно была холодной и так далее, когда вы приводите туда музей или просто там усадьба для жизни, там такой бутик-отель и так далее, то есть необходимо обеспечить, извините, комфорт, комфорт среды. Комфорта и чудес не бывает, понимаете, я, наверное, одно чудо такое знаю, но это в Штатах, где там делали дачу одного из бывших президентов, которому тепло подвели за счет тепла земли через какие-то каналы, которые снизу в фундамент проникали в камины. Но это вот особый случай, когда там президентская программа, там 500 тысяч долларов ежемесячно в течение 10 лет, ну, в общем, все здорово. Там завоз специально для этого построили, там известный, кирпичный и так далее. А в целом мы, так сказать, все-таки обладаем тем инструментарием техническим, прежде всего, который, так сказать, представляет нам рынок. Ну, если повезет, то можно, естественно, сказать, выбрать тот набор инструментов, там, приборов, отопительных, осветительных и так далее, которые в меньшей степени травмируют памятник. Потому что, так сказать, которые-то какие-то вещи, которые, так сказать, можно сделать там индивидуально, так сказать, просто под заказ и, так сказать, пытаться на какие-то новые системы применить, но они, естественно, так сказать, с точки зрения цены памятника, она возрастает, и к нему потеряется интерес. А у нас же на слуху у власти, у бизнеса, у людей, владеющих наследием, которые, так сказать, используют его по каким-то своей нужде, а прежде всего, эффективность. Эффективность строится, как бы, из такой, из маржи, из цены, там, затраты и, так сказать, будущего получения прибыли. Но вот профессия, так сказать, архитектора-реставратора, так сказать, и вообще, так сказать, она должна быть вот это все-таки с этим бороться. И профессионализмом собственным, и пониманием, как это делается, и так далее. Потому что, когда, вот, предположим, я уже перейду, собственно говоря, такой методического подоснования, собственно, проектирования как такового, у нас есть, оно сейчас, слава богу, стало трехстадийным. Мы за это долго бились, оно стало трехстадийным. И в основу трехстадийности еще ложится комплекс научных исследований. Но еще на стадии предварительных работ есть такая позиция, ее, так сказать, мы пытаемся внедрять, и даже в собственной организации, там, с боем получается, не получается. Это, так называемое, так сказать, заключение возможности приспособления здания. Это не говорит о том, что если заключение говорит, что нет, нельзя приспособить, ничего делать нельзя. Это заключение, прежде всего, о том, о тех рисках и тех, так сказать, проблемах, которые возникают при приспособлении конкретно узнаниях функций. К сожалению, понимаете, это все нормально работает, но при условиях, конечно, у нас есть проблема, это контрактная система. Но я к этому вернусь. Вот это заключение, так сказать, о возможности приспособления, приспособления, оно должно влечь в основу всех и исследовательской части. Когда делается программа, так сказать, комплекс научно-исследований на памятнике, она должна делаться. Если она не делается, это тоже, опять же, нарушение норматива. Даже на любой составе предварительных работ делается некая программа научно-исследовательских и искательских работ на объекте культурного наследия. Это те необходимые исследования и историко-архивные, и, так сказать, инженерно-технические, и натурно-архитектурные, и геологические, и гидрологические, и геодезические, и все виды исследований, которые есть. И плюс еще к тому, что у нас сейчас вошло широко в практику, это вопросы, собственно, цифрового сканирования, то есть цифрового, так сказать, получения модели памятника, которая помогает, собственно говоря, в проектировании. А при наличии неких функций и специальных программ, то это сканирование может совершенно спокойно превращаться в такую готовую картограмму в режиме, так сказать, достаточно точного масштабирования, потому что сканер готов, так сказать, сканировать памятник с точками плотностью до двух, до миллиметров, до одного миллиметра, что рулеткой обычной, конечно, не достигается никогда. Это, конечно, большое преимущество, но единственный, конечно, минус, как все говорят, еще старые, так сказать, архитекторы, старые гвардии говорят, что, если тогда же памятник обследовали, может, его обмерили плохо, но зато руками прощупали весь, понимаете, и знают его как родного. То есть, такой, знаете, пальпация памятника тоже вещь полезная для, так сказать, как бы соединения в духе его с ним, не только в цифре, но и в духе. Поэтому этот весь набор исследований, и финальный отчет по всем в сумме исследований, который именно и мотивирует принятие проектного решения на основании суммы исследований, никакие, так сказать, меры принимаются, ложатся в основу обоснования проектных решений. То есть, это вот та необходимая, то, что это как раз есть, вот та доказательная база, которая должна быть основой проектирования. Я говорю, повторяю, если это не делается, то это нарушение. Нарушение, которое, правда, смотрится сквозь пальцы органы власти, в проектах это из-за скорости, из-за времени, из-за давления заказчика вымывается. Но это на самом деле так. И если этого сквозь соблюдать, знаете, есть такая, как бы, собственно говоря, логика проектирования, логика исследований. Логика, она выводит на те вещи, если ты обладаешь неким набором знаний, неким подходом, неким пониманием памятника, и логика проектирования тебя выводит на те или иные решения. И ты понимаешь, начинаешь, это уже начинается неким задором, неким таким, знаете, куражом, а как можно сделать, если нельзя, да? Каким образом, сказать, решения возникают, конечно, разные. Бывают, скажите, и хорошие, бывают несимпатичные, но ресторан все равно, как бы, знаете, все-таки доля ошибки на нас присутствует, существует. Нет, скажите, идеального человека, который все понимает, все знает, все умеет, да? Иногда, скажите, эмоции захлест, то есть иногда, скажите, кураж подводит, ну, много чего, не хватает знаний, но средний творческий коллектив, по моему опыту, на объекте, это все-таки где-то порядка 12-15 человек. Нельзя, это, так сказать, сообщество, которое, так сказать, общается, которое вырабатывает мнение, это, безусловно, потом советы разных уровней, тоже вещь полезная, сказать, даже не в том смысле, что тебе что-то могут посоветовать, но когда ты перед своими коллегами или перед общественностью проговариваешь свой же проект, ты на него сводишь как со стороны и понимаешь некие плюсы и минусы. Вот. И на основании этого возникает, собственно, проект, собственно, архитектурное решение. И вот тут наставает трехстадийность, с которой мы долго бились, она сейчас закреплена в гости. Надеюсь, в будущем она войдет и в закон, и в технический регламент. Это, собственно, эскизный проект, это архитектурное решение, это концепция, собственно говоря, сохранения подлинности памятника, концепция его. Но при этом в рамках этого, сказать, проекта эскизного должны быть оговорены, хотя бы в тексте, все решения, будущие технологические, технические, инженерные, которые лягут в основу уже дальнейшего стадии проекта, когда он обретает стадию форму, уже активного строительного чертежа и рабочая документация. Это тоже основа, собственно говоря, для решения. Потому что, если это опять не так, я снова, извините, как-то сливый ягод повторюсь, это нарушение. Поэтому. Можно вот какой-нибудь пример из жизни того, о чем мы сейчас рассказывали, о том, как вас ведет логика и приводит, может быть, к тому, к чему вы не рассчитывали прийти? Ну, понимаете, вот это я просто, как бы, знаете, классический вид, и это, знаете, идеальная схема сохранения. Памятники стоят, консервация прошла, тихо разрушаются, иногда поддерживаются, никто их не трогает, все счастливы, все в стране. То есть, это, во-первых, это Рим, это форум, это климат и, собственно, отношение и Италии, это, так сказать, собственно, страны к своему наследию. Ну, кстати, у нас сколько, говорят, федеральных памятников на 150 тысяч, да? Ну, так, плюс-минус. Никто толком не знает, но все считают. 180, по-моему. Уже 180, видите, как цифра... У Минкультуры и Госкомстата цифра расходится на 27 тысяч поголовья. Ну, вот, так сказать, в Италии, в Италии, это, так сказать, миллион 200, так сказать, памятников, которые не региональные, а которые, так называемые, республиканского значения, по-нашему, да? Миллион 200, так сказать. Ну, вот, как бы, вот. Ну, это тоже самая картинка, но это вот сохранение, как бы наследие, сопряжение разных времен, веков и так далее. Ну, так, вроде как бы запустение, травка растет, но всегда есть контроль, есть мониторинг за, собственно говоря, за неким состоянием деградации. То есть, когда наступает, то, ну, какие-то меры превентивные. А до этого вот это вот такое, сказать, ощущение запустения, оно присутствует. И это не то, что даже просто вот денег не хватает. Это часть идеологии в том числе. Ну, это, так сказать, понятно, что колизей, то есть вот консервации, вот зафиксированы руины и так далее. Вот, так сказать, вот он после, это, так сказать, памятники. А это вот идеальная картина, с точки зрения, как бы, как относиться к реставрации. Две милые девушки из фирмы Аспера склеивают шприцем колизей. Камни колизея. Прискивается раствор, там, сказать, вот и все хорошо, кроме туристы, идеальная схема реставрации. Памятник не страдает, памятнику хорошо. Понимаете? Но вот, но при этом, конечно, колизея... Как бы эта картинка выглядела в нашем варианте? Два милых юноши в спецовках с надписью «Балтстрой» и чем в руках? Ну, не знаю. С отбойным молотком. С отбойным молотком. Или с клеем БФ. Ну, понимаете, я, так сказать, понимаю иронию по поводу «Балтстрой». Я, как-то, сталкиваюсь с «Балтстрой» достаточно давно. Мы, наверное, где-то с 2008 года на консерватории, потом с 2011 на Иерусалиме. «Балтстрой», как и все наше сообщество, разное. Там просто зависит от людей, от кураторов, директоров, от привлечения специалистов и так далее. Потому что, к сожалению, с рынка уходят компании средние, средние, профессиональные компании. И вот, «Балтстрой», понятно, занимает нишу. Есть административный ресурс, есть деньги и так далее. Они это используют максимально. Но вот это, говорю, идеальная картинка. Я бы, может быть, даже когда-то помещу я себя там где-нибудь в Фейсбуке на стол, сказать, вот образ реставратора. Ничего никому не мешает, тихо работает, все хорошо. Но при этом, понимаете, вот я то, о чем говорил. Это, собственно говоря, среда. Многие у нас бывали в Риме и понимают, что Рим, он не такой, не парадный, не помпезный. Это не выглаженные улицы и не совсем мытые фасады. Это некая историческая среда, но самое главное во всей этой веке это время. Это вот текучее время, которое, сказать, пронизывает, почему Рим вечный город, да? Там жизнь не уходит с улиц, она живет. Дома не совсем отреставрированные, дома не совсем хорошие, у них там по-разному все происходит, но это вечное время. То есть, вот как бы это вот город, которым каждый, ну, многие из нас любят бродить. Да, и там так приятно, так хорошо, и нет, так сказать, ярких фонарей на Тверской, и, так сказать, и в переулках, нет вымазки гранитной. Вот есть такой камешек, который спотыкаешься иногда, когда устанешь, но все это хорошо. Есть вот такие милые нюансы, это в районе Троставерия, когда домик слеплен, вообще из многих частей. Чего только там нет, даже вот какой-то там, так сказать, такое животное там, видите, над аркой расположено, как бы это дом Маскослен, по-моему, если все, что только можно и живет, и живет замечательно, что называется. Вот это уже другая ситуация, тоже среда, тоже сохраняемая. Это Финляндия, Порва, понимаете, это когда сохраняется среда, и в этой среде сохраняются дома, и дома, причем они там в центре, в историческом Порва, они ведь и жилые, и там и магазины, и все что угодно, маленькие музейчики, и все какие-то, вот такая среда, которая живет у нашего северного соседа. Понимаете, вот нет такой выложивы, это вот, понимаете, это когда вот есть ощущение времени, когда есть ощущение поверхности, потому что, прежде всего, памятник, как бы памятник, мы воспринимаем сначала его силуэт, цвет и поверхность, да, качество поверхности, и когда вот, так сказать, тут как бы в Москве вводят памятники, и когда эта поверхность уходит, когда там хорошая штукатурная работа, мы подторлились на славу, ну да, на славу, но это, знаете, это такой большой, но бумажный макет, а здесь вот ощущение времени, он сохраняется. Сергей Вячеславович, а там вообще есть понятие приспособления, похожее на наши, вот те картинки, которые вы показываете, ощущение такое, что эти вот здания живут естественной жизнью, вот так вот, столетиями, десятилетиями, их не надо ни к чему специально приспособлять, что-то для них придумывать, или это иллюзия? Ну, понимаете, они так и живут, но понимаете, приспособление в том понимании, это прежде всего, ну, обеспечение функции, минимальное, да, чтобы она была, не уходила и так далее. То есть поддержание этой жизни, это основа, так сказать, приспособления, а не максимальное, создание комфорта для этой жизни, насколько это возможно. Это уже, так сказать, другое, это уже Германия, это Зальфтург, ну, там вот уже получше, уже, так сказать, плитчика появилась, там, ну, все-таки Германия, она из Германии, но в любом случае, ощущение на этих улицах Зальфтурга остается то, которое, наверное, существовало, может быть, и там, и сто лет назад. то есть это Вена, то есть центральная площадь, сказать, где находится, кстати, управление по храним памятник, комитет, но не растяжек, сказать, ничего такого, вот сверху такого нет, такое застывшее время, да, ну, в какой-то степени вот оно происходит. То есть среда, которая формирует. Но это я сейчас потом к этому вернусь немножко попозже. Вот, поэтому приспособление, это вот, собственно говоря, когда делается проект, и в рамках проекта мы говорим, что вот когда, сказать, Наталья Легон сказала, что в законе у нас нет разделения на, собственно говоря, на преставрацию и приспособление. Приспособление – это часть реставрации, но она должна быть настолько щадящей, настолько, насколько, сказать, возможно максимально сохранить подлинность памятника. То есть все, которые, получается или не получается, вопрос, но к этому надо стремиться, потому что разные проекты, разные скорости, потому что мы иногда тоже не… Ну и квалификация, потому что квалификация, она, конечно, страдает. Понимание, сказать, квалификации экспертов, архитекторов, инженеров и так далее. Сейчас катастрофическая проблема в отрасли – это инженеры. Инженеры-конструкторы, то есть та славная когорта, которая была еще в мою юность, она вся практически ушла, не оставив наследников, а те архитеты, инженеры, которые приходят, они в основном нормативщики, они боятся страшно всего экспертизы, собственной ответственности и вот этого доказательного расчета, который они должны делать, они, так сказать, очень сложно сделать. Хотя, наверное, умеют, но это надо к этому вкус привить. То есть к изящному, красивому решению, которое позволяет, так сказать, решить проблемы памятника не из уродов его, там, какой-нибудь балкой, там, 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 50 или еще какой-нибудь. вот, сказать, вопрос, и, сказать, вопрос этого приспособления, он связан напрямую, сказать, наверное, все-таки, с возможностью, все-таки я уже говорил об этом, доказать заказчику, что, вот, минимизация, это, комфорта, что он там не задохнется, что ему будет там тепло, что он там будет ходить, так ему нужно ходить, но при этом, при всем сохранит, то, сказать, ощущение, которое от памятника было первоначально. У вас были такие случаи? Вам удавалось доказать что-нибудь подобное? Ну, как правило, сказать, в Москве это нет, но на периферии это случается. Я считаю, что у меня есть, наверное, две удачи в жизни, я сейчас, может, перескочу немножко там, я в том, к этому вернусь. Вот я потом расскажу немножко про Севилью. Это вот одна из удач, это когда, это так называемая усадьба Ренченевых. Может, кто-то знает, кто-то не знает, это под Вологдой, в 37 километрах от Вологды находится такой, сказать, замечательный усадьба, когда, сказать, таким паладийским домиком, который был, сказать, когда он достали, он был в процессе реставрации. Реставрация примерно выглядела вот так. Вот. Фасад, так сказать, как-то обрушался, но в это время люди замечательно вешали капители. Вот. Мы сказали, что, а почему капители, а почему не все остальное? Они сказали, что просто у нас капители в контракте, а все остального нет. Понимаете? Ну, как бы, вот так, как оно есть. Ну, состояние, состояние было очень тяжелое, там были перекрытия, гнилые балки, сказать, он был неотапливаемый. До этого это была, усадьба 1812 года. Это, сказать, родовое имение Игнатия Брянчанинова, сказать, святителя. Вот. И его строил отец, который уходил на войну 12-го года, сказать, ну, вот, как бы, перед войной закончили, и ушел он, так сказать, на войну. И вот после этого, сказать, он возвращался и говорил, где мой розовый рай, мое розовое сердце. Ну, вот эта усадьба была в таком временном состоянии, но это вот следы реставрации, собственно говоря. Вот. Вот как она шла, тут провода, все цельное. Можно там у нас... Кто был заказчиком этого всего? Кому вы доказывали что-то? Вот, понимаете, там были разные люди, в основном это было министерство культуры, потому что паника федеральный, понимаете. Но потом вот так случилось некое такое чудо, что, в общем-то, губернатор Вологодской области, прошлый, не нынешний, а прошлый, Позгалев, придел на это внимание, и возникло решение создать на базе, сказать, этого усадьбы некий духовно-посредительский центр, там, из Агнатия Брянчанинова. И, собственно говоря, он взяли под свое крыло, и когда мы туда пришли, нам, в общем-то, в какой-то степени дали какой-то кардланш. Вот ребята, вот они тяжелые, ну, нужно сделать. Мы сделали проект, сделали, сказать, какие-то решения, обследования, все остальное, и нам позволили самим выбрать подрядчика. И там работала потрясающая фирма, я не боюсь этого слова, это фирма «Электро» из города Череповца, которая, сказать, ну, сейчас вот она проиграла очередной конкурс, но ребята потрясающие. У них каменщики, плотники, она существует уже там с 94-го года, вот, мы с ними работали в Кириллове, они делали прекрасное вот это решение по Ферапонтово, Рождественский собор, когда делали систему управления климатом в соборе, и вот они же тоже сделали. Ну, как бы, во-первых, там много можно рассказывать, это отдельный проект, показывается, отдельный, сказать, сюжет по нему снимает, но вот они, изначально, несмотря на то, что денег не хватало, они все это забрали в такой, знаете, большой, могучий, сказать, такой, как бы, посольный тент над этим всем, чтобы режим, режим был, сказать, течение всей зимы, и там, на самом деле, реально зимой было 15-16 градусов, постоянно температура, она не упадала. Ну, и потом появилось вот это, вот, появилось это розовое чудо, которое вернулось, которое, в общем, на самом деле, живет, работает, пользуется сумасшедшим спросом, сказать, туда приезжают люди, дети, там проходят концерты, какие-то, какие-то торжественные встречи. это культурный центр, да? Культурный центр, культурный, да, духовно-процветительский культурный центр. Это светское учреждение? Это светское учреждение, но в рамках программы сотрудничества с митрополией Вологодской, потому что там есть храм, есть могила Игнатия Бринчанина, это, Бринчанина, там, не могила, его водят родителей, родители там похоронены, там приезжают потомки Бринчанина, так сказать, семья Ватсон из Австралии. Это вот такие интерьеры, вот, воссознанные. То есть, вот здесь, в общем-то, в принципе, надо учесть, что вот здесь присутствует инженерия, здесь существует система воздухообмена, здесь существуют спрятанные котлы, которые, сказать, отапливаются в эту усадьбу, но при этом на самом деле удалось так сделать, аккуратно, шаг за шагом, пошагово, без всякой гонки, и это нам давало возможность, при этом, когда в процессе усадьбы туда, когда реставрации, приехал туда фатриарх, покойный, так сказать, Алексий Второй, и все очень хотели понравиться, хотели сделать к его приезду или к какому-то празднику. Но он сказал, что вот не надо торопиться, давайте как делаем, как делаем, так как получится, да. И вот получились такие вот, возвращались лестницы, причем, одна лестница такая сохранилась, а вторую лестницу, ну, было принято решение все-таки ее восстановить, от нее остались косауры и так далее, и очень сложно, так сказать, там был такой специальный станок, на котором все вот эти косауры, так сказать, выгибали, распаривали и клеили, и так далее, то есть такой, знаете, шедевр ремесленного умения, что она сплотницкого и столярного. Это, если я правильно понимаю, не входило в изначальное задание, да, вы это задание сами себе постепенно выдавали, да, и конструировали. Вот это как раз вот тот случай, когда логика исследований позволила этого, вот это, так сказать, и итог исследований позволил это к этому прийти, потому что в том развале и разрухе, который мы застали, конечно, было очень сложно, так сказать, догадаться, что сочием было, даже те же цвета, даже те, но здесь получилось по-настоящему. Здесь и перекрытия деревянные остались, и тесали балки, так сказать, из леса, которые нужно тесать, и все было так, как вот надо. Вот это вот, знаете, вот если жизнь даже прожит, так сказать, ничего больше не случится, то это можно вспоминать потом даже перед концом. Но это вы описываете ситуацию близкую к идеальной, да, на вас давления заказчика нет, вмешательства в ваш творческий процесс практически нет, да, сроки тоже не давляют. Не, там не то, что мы жили во времени, в вечности, безусловно, какие-то сроки были, понимаете, но это не было, знаете, что вот дайте бить по голове, нас вот на проектирование два месяца, да, вот как бы не было такого. А какую-нибудь противоположную историю можете рассказать, когда вот наоборот, с жестким давлением, с биением по голове, с приездами высоких начальников, как вот тут? Ну, знаете, вот еще одна история, это вот, наверное, все-таки Московская государственная церватория, это вот первая, четвертая очередь, так называемая, зал Чайковского, вот здесь все было плотно, но, знаете, так, был конкурс Чайковского, одиннадцатый год, и была сумасшедшая там гонка между, так сказать, Соколовым, с этим электром консерваторией, так сказать, и Гергиевым, который пытался увезти конкурс Чайковского в Питер, и говорили, ага, если не успеете, то конкурса Чайковского в Москве больше не будет. И вот это была задача сделать зал Чайковского. Причем сначала вроде как бы, ну, все знают зал Чайковского, так ходят, и вроде как бы ничего там особенного нет. Но опять же, когда начались исследования по залу Чайковского, так сказать, то вот этот замечательный зал, который вот он был таким, да, так сказать, до того, как нарисовались, вроде все на месте. Но когда начали проверять техническое состояние, то казалось, если, ну, сейчас открою тайну, вот боковые балконы и, так сказать, амфитеатр, так сказать, верхний, он был в аварийном состоянии. Там были треснутые балки, такое состояние было вот-вот, что называется, ну, бог хранил, что называется. Вопрос был очень серьезный с верхней декой, потому что это зал, который не имеет перекрытия как такового. Там есть ажурная конструкция кровли, на которой подвешена эта двойная дека, которая таким резонатором является. И проблема была, конечно, со сценой, с паншетом сцены, с коробкой сцены, где, когда мы начали выяснять ситуацию, в зале оказалось более 25 глухих мест, как на планшете сцены, так и в зале, где звук не был слышен. То есть ревиберация вообще не была нуля, нормы все превышенные. Причем зал считался одним из лучших акустических залов страны. И сроки были сумасшедшие, но коллектив был хорош. И там, кстати, был строй, но увидев в лице одной из его разделений, которая из петербургских реставраторов, был такой потрясающий проект из работы, Илья Антоненко, который знал досконально все технологии, связанные с реставрацией. И вот работы, которые там проводились, это все-таки, первое всего, улучшение структуры штукатурной стукатурки стен, которая была нарушена. Это работы, собственно, с декой, работы с изменением наклона планшета сцены. Это, собственно говоря, коробка сцены, убирание поздней зашивки сыграло свою роль. Понимаете? И это все-таки на самом деле сейчас зал звучит по-другому. Я не музыкант, но люди, которые знают и понимают, и специальные музыканты, которые там выступают, говорят, что да, зал лучший. Знаете, вот это тоже удовольствие от того, что мы не сделали хуже. А риск, но высокие были жесткие. Руки были жесткие. Понятно. Так, мы пока вы листали, видели картинки из зарубежных опытов. Вот еще один объект, который я уже скажу, это тоже удача, это, так сказать, уникальная усадьба, это Вологодская область, усадьба Гальских. Памятник был такой почти обреченный, долго реставрировался на протяжении лет 15, ну, потому что и денег не хватало и так далее. Но там тоже была политическая воля власти, которая решила все-таки вывести в порядок. То, что он был сделан из лиственницы, это сруб, это деревянный памятник, обшитый. Он был деформирован, и, так сказать, было всякие решения, вплоть до полной разборки. Но мы разбирать не стали. Если кто-то попадет туда, то он увидит, что деформации, так сказать, там такие они, они остались. Там есть наклоны стен, есть небольшие, так сказать, перекос по окнам и так далее. Все это сохранилось. Но здесь была проведена такая щадя, и он был изначально изнутри, а штукатурен и так далее. Ну, здесь проведены были такие работы, связанные с внутренней штукатуркой, но сухой штукатуркой. Это были там проведены системы отопления, там в полу сделаны, так сказать. И все это вот сейчас это усадьба, которая живет. Это центр такого историко-этнографического музея, где есть там лошади и все остальное. Это, в общем-то, одна из жемчужин-череповца, города достаточно странного, города, так сказать, почти, ну, такого промышленного, тяжелого, со всеми дымами. И вот тут такое на берегу, такое замечательное чудо, которое стоит и радует всех. Вот это в процессе производства работ, вот такие-то вещи были бы застали, когда пришли туда. А это вот такая милая идиллия в нынешние времена, которая там периодически происходит. Но следов какого-то такого, собственно говоря, приспособления там не видно. Но там есть у Алиэ, там есть и климат, там есть и тепло, там есть и свет и все остальное, что полагается современному комфортному дому. А что, кстати, каждый раз случалось, что власть проявляла политическую волю вот в этих двух усаденствах? Ну, это ей кто объяснял, что ее надо проявить? Она сама надумалась, или вы, может быть, старая Россия? Ну, понимаете, тот вопрос, как бы, видимо, и сообщества местного, там, и музейных, ну, и, ну, наверное, мы тоже, там, знаете, капали на мозги, что, ребята, вот у вас такое чудо, надо, 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 надо. Вот раз капнули, два капнули, три капнули, понимаете, а потом вроде как бы, как китайская пытка сработала, понимаете, неожиданно. Ну, бывает, понимаете, когда губернаторы, вот я говорю, в честь сказать господина Позгалева, который ушел с этого поста давно, я помню, когда первый приезд его тот же Кириллов монастырь, он долго бегал по монастырю, ничего не увидел, ничего не думал, и искал единственное, понимаете, туалет. Всем сделал, что нет туалета, все остальное его мало интересовало, понимаете. Но потом как-то шаг за шагом стало все просыпаться, понимаете. И были программы, связанные с 600-летним монастырем и Феропонтовой, и Кирилловой, и поддержка там каких-то других начинаний. Все это случается. Наверное, в других губерниях тоже происходят, но чудеса, но, к сожалению, это чудеса, потому что нет системы. Нет системы отношения власти к наследию. Где есть система, там нет чудес обычно. Ну, наверное. Бывают какие-то вещи, которые сам участвовал, но потом вроде как бы не очень, то, что, понимаете, хочется как-то переделывать. Это вот такой Кирилловский монастырь, церковь ведения с трапезной палатой, и там просто мы делали проектную работу, начали реставрацию, потом от нас контракт ушел по воле людей, и там делались интерьеры. Но я не хочу пока рассказывать долго в этой церкви, я хочу показать пример, когда разделение, знаете, такое жесткое разделение приспособления и, так сказать, попытка, вот оно приспособление, а вот оно, так сказать, извините меня, реставрация, приводит к таким результатам. Это вот как раз хороший пример, это реставрированная, восстановленная, оконченная слюдяная в основном объеме храма. А вот это вот замечательный пример, вот видите, воздуховоды идут. И вот позиции Валам-музея, на тот момент, когда музей выехал, начал выезжать за границу, они говорят, а пусть будет как в центре Помпиду. Ну вот оно как в центре Помпиду, понимаете? И вот это, так сказать, мы видим хорошие воздуховоды, качественные, дорогие, но вот вопрос в интерьере церкви, когда вот все, знаете, такая некая каша, которая там немножко... А простите, а какая была альтернатива? Стены заделывать? Альтернатива, во-первых, рассчитать, минимизировать, собственно говоря, вот это, так сказать, была, так сказать, сделать, как у любого неофита, так сказать, такую реактивную реакцию на любой измене климата. То есть пошло оно тут же... Мы говорили, что все-таки здание, так сказать, историческое, обладает большой степень термостабильности, то есть набирание, так сказать, и остывание, так сказать, и климат может регулироваться другими. То есть вопрос можно было убрать в пазухи с вода наверху и минимальными щелями в карнизной зоне это ввести туда. Да, это, может быть, не было так, знаете, эффективно, как вот, чтобы, сказать, как вот в машину садить, включаешь кондиционер, и тебе тут же холод в глаза. Но вот это работает. Но, во-первых, когда ведут экскурсии, это выключают, потому что это шумит. И потом внешне, конечно, вы знаете, все-таки в памяти не только документ, все-таки является неким основанием для его подлинности, его документальной, но и, так сказать, художный образ, понимаете. Но тут как бы все на лицо. И собственные умения, и художные образы, и все вместе, понимаете. Такой винегретик получился, к сожалению, может быть, даст Бог, если мы когда-нибудь это изменим, но пока это вот деньги государственные потрачены, если это менять, это будет нецелевое использование. Это вот пример, я считаю, достаточно отрицательный, хотя на том объекте, которым, в общем-то, я достаточно долго занимаюсь и веду. Но вот коллеги посчитали, ну, профессиональные архитекторы, архитекторы, которые работали, они владают высшей категорией, там, аттестации и так далее, и так далее. Вот. А чего вы там хотели вернуться? Мы хотели, да, там. Давайте мы сделаем на этой патетической ноте небольшую паузу. Давайте. Передадим слово нашим очаровательным. Хорошо. Я говорю. За соседним столом, а потом снова вернем его себе. Мы сойдемся на почве анализа зарубежного опыта. Итак, я напоминаю, у нас сегодня в гостях Анна Гринудинова, исследователь, искусствовед и одновременно советник мозгового наследия. Меня очень интригует, потому что я пытаюсь понять, как эти познания и исследования притворяются, и притворяются они в какую-то практику работы в нас, в том числе с нашим госорганом. И Мария Трощина, редактор этого прекрасного журнала, который лежит вот там вот на столе. Кто начнет про заграничные? Если позволите, у меня по поводу вашего философского вопроса, который вы задали в самом начале, есть мой вариант ответа на него, даже небольшой конспект себе написала. По поводу вопроса памятника или функции, которая у нас очень часто в остров встает, мне кажется, что основная проблема, почему этот вопрос возникает так остро, заключается в том, что недостаточно исследованный вопрос функции, которые к памятнику пытаются пристыковать в момент приспособления. Я поясню. То есть реставрационные исследования по самому памятнику, они, как правило, занимают очень большой объем всех работ. И памятник очень тщательно исследуется. И вот у нас сегодняшний гость очень подробно об этом по всем рассказал. Что касается исследования функции, которые в этот памятник будут имплементированы в процессе этого приспособления, этих исследований не проводят совершенно. В то же время, ну, хорошо, они в том объеме. И если они проводятся, то они, как правило, достаточно эпизодичны, и в основном они все равно ориентированы на то, что заказчик изначально себе представлял в голове, в идеале, что он хочет делать с этим памятником. Позитивное отличие европейского опыта в данном случае заключается в том, что вопросу функции уделяется огромное внимание. Потому что там очень хорошо люди умеют читать деньги, поэтому никакому идеалу отвлеченному, умозрительному они не дают воплощаться в жизнь. Основная роль памятника, точнее, не роль, основной признак памятника в современности, существование памятника в современности заключается в том, что он должен отвечать требованиям, на русский язык это переводится в понятие, как устойчивое развитие, sustainable development. И памятник должен быть устойчивым, он должен мочь функционировать в реальном времени, но при этом примат подлинности, конечно же, сохраняется, ценность является незыблемой, и это устойчивое развитие, оно предполагает возможность достижения тех целей, которые на сегодняшний момент ставят перед нами, экономика, социальная среда и реставрационные задачи, но все эти нововведения в памятник, они не должны умалять возможности будущих поколений и развивать его по-своему. Все это, на самом деле, очень бережное отношение к объектам. Вот. Вот это поясните, пожалуйста, что значит развивать его по-своему? Ну, у будущих поколений может измениться взгляд на общественную общественную роль этого памятника или измениться понятие ценности даже. Ну, какие-то, ну, то есть, допустим, ну, вот культурный туризм, да, у нас сейчас, ну, вот, условно говоря, в большей степени людям интересно ездить, ну, например, по продуктовым рынкам. Ну, вот часто очень в Европу ездят люди, вот особенно с учетом нынешних санкций, очень много посещают как бы с точки зрения гастрономии. Особенно, допустим, вот я сейчас только что вернулась из Каталонии, у них там вопрос гастрономического, гастрономической составляющей как бы любого памятника очень высок. То есть, у них практически в каждом объекте культурного наследия есть кухня, где они проводят какие-то, не знаю, приготовления пищи совместные и потом его употребления. Вот. Предполагается, что в будущем, например, каталонцы могут присмотреть свой взгляд, свое отношение к еде, которые они даже шутят, что они относятся к нему как к другим религии, к еде. Вот. И если у них изменится взгляд на жизнь, они могут эти кухни все оттуда, допустим, убрать, ну, например, да, и не нанести никакого вреда объектам. Вот. Я вас перебил, да. Хотя, вот, честно говоря, от перемен в туризме у меня немного другие впечатления, может быть, это параллельно. Нет, это... Все больше моих, например, друзей, не связанных с миром охраны памятников, вот они вдруг стали в последние два года узнавать Россию для себя. Это тоже факт. Они с неподдельным энтузиазмом, вот, представляете, и интересом мне рассказывают, слушай, а какие у нас потрясающие города, а я вот оказался во Владимире, там какие соборы, а Суздале есть что посмотреть, и вот начинаем их рассказывать, да, и люди начинают познавать собственную страну. Вот на каком-то там уже, не знаю, 46-м, 47-м, 52-м году жизни, да, они вдруг понимают, что есть достопримечательности, что есть не уступающие по интересу вещи, не знаю, как там с кухней, конечно, и продуктовым рынком, но люди, вот такой тренд наметился. Извините, я вас перебил, да, у вас давайте про соляную долину, мы про нее ничего не знаем. Градации ценностей, которые оцениваются, это очевидная ценность, историческая ценность, эстетическая и общественная, и любое отношение к любой из этих ценностей в будущем у людей может измениться, в связи с этим памятник может быть трансформирован, ну или какая-то функция в него будет имплементирована иная. Это достаточно уникальный объект испанский, во-первых, совершенно гигантская площадь, это 13 гектаров, это соляная долина Аньяны, на этом месте соль добывают уже почти 6,5 тысяч лет, и примерно 2 тысячи лет ее добывают тем способом, который можно увидеть на этой картинке. То есть вот такие террасированные ландшафты появились там примерно в 80-м году нашей эры. Вот эти вот люди на переднем плане со швабрами, они что делали? Они собирают соль, собирают урожай. То есть соляная долина это несколько соляных источников, которые текут с вершины горы вниз. Ну вот, тут есть указка, вот примерно вот из этого места, точнее, вот отсюда, и вот она растекается вниз сюда. А что сделали эти солевары? Они примерно вот около двух тысяч лет назад они начали строить вот такие террасы для того, чтобы под воздействием ветра и солнца испарять воду из этого соляного раствора, остающуюся соль, они собирают вот этими швабрами в корзины, и потом, ну то есть вот так это выглядит как бы на плоскости, вот собственно ой, вот деревенька, где эти солевары в общем-то живут уже тоже очень-очень давно, а вот отсюда они прямо сюда и приходят собирать свой урожай. Вот, на таких вот деревянных опорах в общем, все абсолютно, архитектуры, практически нет ни одного здания, которое было построено профессиональным архитектором, все делали вот эти вот местные жители своими руками, и внешний вид предположительно сохраняется на протяжении всего этого времени. Вот на таких деревянных опорах стоят эти террасы, роль фундамента играют стены, которые сложены в технике сухой кладки. Это музей, это туристический атмосфер? Они продолжают соль добывать. Они продолжают добывать соль. Собственно, вот почему эта долина, почему вообще смог состояться этот проект? То есть, в 20 веке, когда начали добывать промышленных масштабов соли с морской воды, соляная долина Ильяна пришла в упадок. Они не могли конкурировать ни по скорости, ни по способу доставки, потому что она расположена очень неудобно в горах. И солевары начали уходить оттуда. В общем, абсолютно все 13 гектаров пришли в полнейший упадок и превратились в руины. Вот это вот вторая, ну, собственно, это вот эти акведуки, условно, в котором этот соляной раствор с гор спускается в долину и распределяется по всем абсолютно вот этим поддонам, на которых, собственно, эта соль выпаривается. Как они выпрыгнули из упадка и вернулись? Это очень интересно. На самом деле, это уникальная совершенно вещь. Это просто цепь счастливых случайностей. С одной стороны, и с другой стороны, большая вера архитектора Микель Ланда, который, собственно, стал локомотивом этого проекта. Он реставратор и занимается деревянной архитектурой. Вот. И жил неподалеку и с детства, в общем, приезжал туда. В какой-то момент ему пошла в голову идея постараться, ну, как-то, точнее, мэр этого города, потому что продолжали люди приезжать, посмотреть, это, в общем, известное место, но оно стало опасным из-за того, что все превратилось в руины. Вот. Работа началась с того, что он просто делал, закреплял камни на верхней части склонов, чтобы они не падали на голову вот этим туристам. Вот. А в процессе, когда он этим занимался, он решил, что есть возможность попробовать восстановить часть, то, что подать отчет, там, три поддона по-прежнему, солевары собирают эту соль и конкретно там в один ресторан местные ее продают. В общем, одна семья осталась только из сотен. Вот. И, ну, в общем, он нашел поддержку местные, местные органы власти. Жители, надо сказать, они очень сопротивлялись этому. Они совершенно потеряли всякий интерес и веру в то, что с этим может что-то произойти. То есть все абсолютно на энтузиазме одного человека и мэра, который не сопротивлялся, собственно, тому, что он делал. Причем, ну да, человек был архитектором. Вот. Они восстановили несколько поддонов, начали добывать эту соль. Попутно он, я не знаю, обошел все мишленовские рестораны, в которые попадал, и рассказывал про эту соль, что это уникальная, совершенно ручная работа, и она очень высокого качества. Провели химический анализ. Мишленовские рестораны пришли в восторг. Теперь больше 20 мишленовских ресторанов готовят исключительно этой соли, параллельно рекламируя этот объект. Вот, собственно, Соливара, как они собирают эту соль. Вот. И самая большая сложность заключалась в том, чтобы был организован фонд управления этой долины, в которую вошли и представители власти, и представители общественности, и, в общем, маркетологи и так далее. Идея, ну, то есть, как вот сегодня тоже уже говорили, без функции объект не существует. В качестве просто музея приготовления соли он существовать не мог, поэтому он должен был функционировать как фабрика. И вот, собственно, это Микель Ланда, он совершенно случайно в Германии пил пиво с Соливаром из Германии, который, в общем, ему рассказал про то, как существует и функционирует их поселок по производству соли. И тогда он понял, что на самом деле можно на этом делать деньги. Вот. Они разработали, собственно, маркетинговую концепцию, и вот мишленские рестораны им пришли на помощь. Поэтому они теперь эту соль продают, а Соливары продолжают ее делать. Но там, в общем, серьезная была проблема как раз с местным сообществом, которое для того, чтобы фонд мог управлять этой долиной, им необходимо было получить право собственности на вот эти вот поддоны, чтобы мочами распоряжаться. И вот они в течение 18 месяцев вели переговоры с оставшимися наследниками Соливаров, которые, в конце концов, пожертвовали свои вот эти, свое право собственности на поддоны этому фонду. Теперь фонд владеет всем в долине, но Соливары обладают правой собственности на соленую воду. Поэтому фонд платит им ежегодно порядка 30-40 тысяч евро за использование вот этой воды в приготовлении соли. Часть денег эти Соливары инвестируют опять же как бы в обратном развитии этого проекта? То есть постепенно, спустя вот годы, они как бы включились в этот проект, они поняли в чем собственно соль и стало все существовать. В то же время Микель рассказывал, мы с ним вот встречались на прошлой неделе, он рассказывал о том, что до тех пор, пока правительство не интересовалось этим проектом и они делали его как бы между собой, вот с мэром и вот местными Соливарами, у них все происходило как бы очень постепенно, очень плавно. Проект 15 лет реализуется. В 2015 году они выиграли европейскую премию за реставрацию Европы Ностра, получили гран-при. Но и в этот момент политики испанские решили пиариться на этой истории и решили забрать все в свои руки, получить статус памятника ЮНЕСКО для этой долины. И с этого момента там все стало разваливаться, потому что они стали нарушать реставрационные механизмы и в общем памятником ЮНЕСКО они не стали, к сожалению. Это вот другой объект, он находится в Великобритании, это портмёрские студии, так называемые. Вот они находятся вот здесь, вот это вот здание. Раньше они, это вообще тоже достаточно уникальный объект, вот нижняя часть это подвалы, в которых располагались рыбаки и их сети, и в общем, то есть вот когда прилив, это прилив, они приплывали на своих лодках и выгружали, в общем, всё вот в эти подвалы. А верхние части, они хранили, чердаки так называемые, они использовали для хранения сетей и прочего всякого своего инструмента. И в конце 19 века художники облюбовали это место за уникальный свет и стали арендовать эти верхние этажи под свои студии. В итоге уже больше ста лет рыбаки и художники живут вместе, здесь школа живописи располагается, Сент-Эйвская, одна из достаточно известных в Великобритании. Объект разваливался, совершенно находился в ужасном состоянии, в одной из студий было выбито окно, вот как это выглядело в те далекие годы. Это одна из студий, состояние у него было, крыша прохудилась, вода заливалась, в общем, все было плохо. Единственные деньги, которые получал этот памятник, это шли с арендной платы за студию от художников, этих денег не хватало на то, чтобы его поддерживать в нормальном состоянии. Но местные жители и, собственно, сами художники в первую очередь, они начали собирать, ну, занялись фандрайзингом, начали собирать средства на то, чтобы провести объект в порядок. Британский лотерейный фонд добавил немножко грантов, вот так эти студии выглядели до реставрации. Вот, выбитые окна, собственно, и вот внешний вид. Единственным способом, то есть без, опять же, устойчивого развития проект существовать не может. И для того, чтобы слишком сильно не поднимать арендную плату для художников, потому что это единственный доход, они решили все-таки добавить немножко объемов для новых студий для того, чтобы получить дополнительных денег. И поскольку, вот тут тоже важно, они приняли решение о том, что самое главное, что в этом объекте является ценным, это сосуществование рыбаков и художников, которые одни живут внизу, уже там занимаются своим делом на протяжении больше, чем ста лет, а сверху работают художники. Они сами могли принимать решение, что является в объекте важным? Этот объект, он не был памятником на тот момент, когда они начали заниматься реставрацией, сейчас он является в нашей градации региональным, то есть они провели реставрацию и поставили его, внесли его в реестр памятников второго уровня. Они предложили разместить, не знаю, хорошо видно или нет, вот добавилась студия одна вот здесь и одна студия добавилась вот здесь. За счет этого школа живописи ушла с нижних этажей наверх и появилось еще одно помещение для аренды для архитекторов. Вот тут новая студия, вот ее видно. Благодаря этому освободился, нижний этаж освободился полностью и местные жители сообщества получили возможность приходить на экскурсии, участвовать в лекциях, то есть это помещение стало использоваться для общественных нужд. А таким образом, собственно, здание начало жить не просто как такой вот отстраненный какой-то культурный объект, а оно вошло в жизнь этой деревни вполне. Поэтому местные жители на самом деле собрали достаточно существенную сумму, 70 тысяч фунтов, ну это маленькая деревенька, они бросились на то, чтобы восстановить этот объект. Вот так стали выглядеть эти подвалы сейчас. И вот виды, новые виды этих студий, как тоже они сейчас выглядят. Ну, действительно, свет очень, не знаю, насколько передает презентация, но свет очень хороший. Вот. Это тоже Великобритания, так называемые Дюксфилдские арки. Местный житель обнаружил их в лесу. На Царицыно как похоже. Он обнаружил их в лесу и совершенно было непонятно, откуда они взялись и что они собой представляют. Но местный житель, в общем, он был краеведом и очень дотошным. И, в общем, он выяснил, что это единственный сохранившийся фрагмент от фабрики, одной из первых фабрик по производству свинца в Великобритании. Вот. Он инициировал, собственно, археологические раскопки. И на это вместе подключились эксперты. И они получили большой грант от, опять же, Национального лотерейного фонда наследия Великобритании, того, чтобы этот объект реставрировать. А все работы, которая происходила на этом объекте, она происходила силами местных жителей. Только волонтеры там работали. Ну, то есть, был контрактор, естественно, основной подрядчик, который профессиональную экспертизу проводил. Но в основном все работы делали местные жители. Вот это, собственно, археологические раскопки. Ну, небольшой музейчик они там потом сделали. И вообще это у них сейчас Нантурберлэнд, который, в общем, достаточно много объектов культуры наследия, которые можно посетить. Но вот это совершенно в лесу, в Чищобе. И он пользуется очень большой популярностью, потому что они разработали массу совершенно интересных маршрутов и пеших, и конных, и велосипедных. И люди с достоинством ходят, и дети рисуют эти арки, и у них есть галерея, в которой они выставляют эти детские рисунки, рисунки профессиональных художников и так далее. Что еще я хотела сказать по поводу всех этих трех объектов? Это очень важно. То, что волонтерское движение и то, что на всех объектах очень большую часть работы проводили местные жители совершенно бесплатно. То есть они приходили в свое свободное время, несколько раз в неделю и проводили основные, то есть все не сильно квалифицированные работы. И все подрядчики, которые принимали участие в этих работах по реставрации, они все были местные, что повышало доверие у местного сообщества вообще ко всему процессу работ. А вот в соляной долине Аньяны, это первый объект, все работы по поддержанию вот этих всех и поддонов и желобов, по которым течет соляной раствор, вот в настоящий момент, проводят тоже сами солевары, потому что, в общем, вся архитектура, так называемая, которая там сложилась, она была и создана их собственными руками. То есть основные реставрационные работы проводят сами местные жители. Но я не знаю, может быть, я передам слово Маше, потому что у меня есть, конечно, еще несколько объектов. Пожалуйста, Мария Трощенко. Если можно, я хотела бы включить свою презентацию. На самом деле, страшно интересно послушать как бы практикующего архитектора, прямо тут живого, потому что моя работа все-таки, конечно, посмотреть на живого архитектора тоже интересно. Послушать как бы его жизненные истории, потому что, как говорится, мы, собственно, собираем эти жизненные истории у себя в журнале, пытаемся как-то их проанализировать, как-то поделиться западным опытом, который может быть полезен в нашей ситуации. И, собственно говоря, нет. Уже интригует. Да, и на самом деле сейчас в Москве происходят совершенно какие-то чудовищные ситуации, почему-то они все сконцентрировались в Баумовском районе города Москвы. Так сложилось, что я сейчас со студентами РГГУ, которые искусствоведы, а совсем не архитекторы, занимаюсь исследованием этого района. И все, что происходит сейчас, для меня просто буквально личная трагедия, потому что мы недавно начали заниматься собственными исследованиями. этот район фабричный, и у промо, у него такая особенная судьба, потому что, как правило, промышленные памятники не входят, собственно, в памятники какого-либо значения, что регионального, что федерального. Более того, есть определенная проблема в том, что они для нас, для публики, как бы и для жителей города, являются закрытыми территориями, поскольку вся промышленность, она выносит как бы закрытый характер. И в Бауманском районе сейчас то, что происходит, это только, как говорится, начало, потому что буквально за последние 10 лет там закрылись все фабрики, которые находились на территории этого района. В частности, тот район, который я занимаюсь исследованием, это район, который раньше был Лефортовским, а теперь он стал Бауманским. То есть это часть района, которая примыкает к третьему транспортному кольцу, собственно говоря, вся история Архнадзора началась со строительства практически третьего транспортного кольца в районе Гаврикова переулка. Да, вот эта прекрасная история. Ну, скажем так. Вы так говорите, будто мы его строили. Нет, наоборот. Вот. И заканчивается наш район исследования, собственно говоря, путепроводом, где находится дворец, который, опять же, памятник, находится на задворках фактически. То есть про него даже местные жители не все знают. Это просто удивительная тоже как бы история. И вот в этом вот маленьком, крохотном районе есть несколько фабрик. Сейчас вот как бы буквально на днях, то бишь даже вчера или сегодня случилось как бы вот это большое несчастье. Это маловаренный завод Шербер, в частности, вот эта башня, которую снесли, начался снос. Это пром, который находится как бы на территории вот этого вот завода промышленной зоны. Он не открыт, он закрыт, как бы, то есть для обычных жителей он находится внутри. И мы начинаем узнавать вот эти памятники прома фактически тогда, когда заходит разговор об их сносе. Можно я вас перебью на секунду? Это такая живая иллюстрация к теме беседы между заказчиками, архитекторами и местным сообществом, которого там, видимо, к несчастью нету или может оно какое-то разрозненное. Пока еще работала сносная комиссия так называемая, куда я входил, этот вопрос об этом заводе разбирался, был вынесен туда, там был девелопер, не помню, как он называется. И да, вот специалисты, эксперты, люди из Мосгорнаследия, они смотрели вот на эти башни еще там на нескольких корпусов. Да, красиво, здорово, но как бы их сохранить? В конце концов, решили большинством голосов, мы, конечно, были против, несколько экспертов, решили, что башни можно разобрать, а потом построить заново почти такие же, но в другом месте на участке, чтобы девелоперу было удобнее, потому что если их оставить на их подлинных исторических местах, там что-то не втискивается, или пожарные проезды не получаются, нужной ширины, или что-то вот так в этом духе. И вот ради соблюдения этих неких формальностей или удобств застройщика принимается решение и уже воплощается в жизнь. Снести их, а потом построить их какие-то новодельные копии, причем еще ближе к набережной, чтобы их лучше было видно. То есть вот всю историческую структуру этого участка нарушить, и вот они будут выглядеть такими игрушками, что-то типа инсталляции на фоне современных корпусов. Самое чудовищное, что вся вот эта реконструкция, она касается как бы даже ни одного участка, это сразу несколько участков, нескольких предприятий. Это владение по Большой почтовой на дом 30, дом 34 и дом 38. То есть владение, вернее, извините, потому что это очень большие территории. Почему местные сообщества не участвуют? Потому что местные сообщества не знают существования этих памятников. Они находятся в глубине, они находятся как бы на закрытой территории, которая в советское время была закрыта и доступом имели только работники. Фабрики практически все закрылись вот в течение последних 10 лет. Это пуговичная фабрика Балакирева, которая тоже как бы неизвестно, что будет. Это завод металлической посуды, это деревообрабатывающий завод и это постройки в основном до 17-го года, скажем так. Это обширные территории, которые фактически составляют ткань, городскую ткань вот этого района. И что сейчас будет происходить, как бы мы можем увидеть по перспективе вот этого участка. То есть это будет снос, и район, облик района будет абсолютно изменен. Это будет как бы изменена ткань. То есть если это был фабричный район, то теперь он станет таким жилым районом, фактически без лица, без лика такой окраины. И здесь, конечно, есть большая проблема вот этого вот прома и его, собственно говоря, адаптации. Потому что как мы будем, в какую мы функцию в него будем вкладывать? Это вот как бы вопрос вот этого вот подлинности, сохранения функции, и вопрос, что главнее, памятник или функция. И когда мы говорим про пром, то здесь мы функцию сохранить не можем. И, собственно говоря, я буквально просто, потому что я сразу готовилась к такой вот полемике, все-таки это семинар сказанятий, и мне очень хотелось бы, чтобы мы поговорили как бы, да, больше, чем я рассказала вам что-то там, потому что эта вся информация, в общем, находится в интернете, это всегда можно найти. Вот, я хотела вам рассказать про пример буквально, который закончился совсем недавно, в этом году. Это трамвайное депо, которое находится в Амстердаме, но не в центральной его части, а на его окраине, как бы окраине-центр, скажем так, так называемое депо Дехалин. Оно строилось в течение 30 лет, с 1901 по 1924 год. Как мы видим, это огромная территория, то есть это… Так, это вот это нужно нажать? Это вот эта вот вся территория, вот эта вот вся, это вся территория депо. Вы прекрасно понимаете, как бы, да, что территория, она тоже была в течение всего времени эксплуатации, как бы, этого депо, она вся была закрыта. Депо эксплуатировалось до 1994 года. Как мы знаем, в общем, трамвайные линии разбираются, это касается не только Москвы, но и других крупных городов. Вот, и просто в таком количестве уже трамвайное депо, как бы, вот эти вот площади, они не использовались. еще до того, как, собственно говоря, трамвайная городская компания выезжала, стал вопрос, значит, о передаче, собственно говоря, этого депо в муниципалитету, а у муниципалитета возник, естественно, вопрос, что с ним делать дальше. Вот, памятником никаким он на этот момент не являлся, несмотря на свою старость, то есть, как мы, условно говоря, считаем, что там больше 50 лет уже все можно ставить на охрану. Вот, что с ним делать? Это огромные площади, пустующие, причем, как бы, совершенно с определенной функцией. То есть, это вот такие прекрасные интерьеры, вот, с уникальными стропилами полонца, так называемыми, которые позволяют перекрывать достаточно большие пространства. Вот, это смотровые ямы, которые служили для того, чтобы трамвай можно было ремонтировать. Вот, то есть, это такие огромные, огромные территории, причем, естественно, не отапливаемые, потому что трамваю не нужно отопление, и отопление было только в том месте, в котором проживали люди. Муниципалитет совершенно не знал, что делать, и поэтому они решили сдавать в аренду, на время, пока вот они будут думать, как бы, в аренду просто всем, кто хочет. Там возникли, таким образом, киностудии, фотостудии, поскольку хороший дневной свет верхний. И все это, все тянулось, нашелся девелопер, который решил, значит, вроде бы заняться, но это все было очень дорого. В результате, как бы, кончился срок аренды, всех выселили. Причем, самое интересное, что там был музей трамваев, где были собраны уникальные экспонаты со всего Амстердама, старых трамваев. И, казалось бы, вот, как бы, новое приспособление, новая функция, которая напрямую связана со старой функцией. Но нет. Их тоже попросили оттуда, они оттуда выехали. Местные жители, которые поняли, что сейчас, может быть, какой-то совершеннейший коллапс и построят какие-то совершенно непонятные новые дома, они объединились в сообщество, которое называлось «Вокруг Дехален». И позвали архитекторов подумать вместе, что же там делать. В общем, собственно, архитекторы сказали, что первое, что вы должны сделать, это вы должны поставить на охрану. Была проведена экспертиза и рамвайное депо, чтобы спасти просто от того, чтобы уничтожил очередной девелопер, его решили поставить и поставили. Но пока все это дело происходило, его захватили с квоттера, которые буквально, поскольку там огромные территории, построили свой собственный дом, кафе, разрисовали его весь изнутри. И, в общем, крыша прохудилась, они там сделали даже свой внутри сад. И история, опять же, ничем не заканчивалась. Разразился кризис 2008 года. Девелопер, который имел виды на то, чтобы все преобразовать, все функции коммерческие туда внедрить и сделать какой-то жилой комплекс, возможно, даже из этого, он сдулся. И в результате как бы появился архитектор. Вот так вот это выглядело все очень печально. Появился архитектор, по счастью, который был приглашен одним из девелоперов, которого зовут Андрей Дестикт. А теперь тут возникает другая история. Это про нашу Таганскую ОТС, которые, скорее всего, все-таки, к сожалению, снесут и вообще про совесть архитектора. Когда мы говорим уже про архитекта-реставратора, который, как говорится, заведомо работает с памятником, тут есть свои профессиональные проблемы. Но когда мы говорим про архитектора, который работает не с памятником, а с исторической архитектурой, которая, в нашем понимании, не является памятником, а в его как бы нет, тут, конечно, возникают вопросы. И здесь, конечно, есть вопрос по поводу, собственно говоря, о какую функцию можно дать ОТС, если девелопер и заказчик очень хочет жилье, причем элитного класса, насколько я понятен из того проекта, который в результате был. И в этом смысле Дехалин очень повезло, потому что как раз-таки Андрей Дестик оказался архитектору с совестью и архитектором с историей, которая была связана с одним из ярчайших проектов редевелопмента, как мы сказали, с точки зрения девелопера, или реставрации и адаптации памятника архитектуры 1996 года, который начался. Это силосная башня в гавани Амстердама, то есть абсолютно нефункциональное здание, это зернохранилище, которое было возведено из кирпича. Это вот такие фотографии. Прекрасно вы видите, здесь нет никаких ни окон, и совершенно непонятно, как с этим работать. Вот такое вот оно красивое все было, прекрасно. Которое тоже не ей являлось памятником. И в результате Андрей Ван Стикт добился того, что благодаря сообществу, которое было организовано при его участии, и очень хорошей поддержке муниципалитета, потому что как раз к вопросу о власти, которая должна поддерживать какие-то проекты, иначе ничего не произойдет, в Голландии то же самое. Вот этот вот объем, как говорится, он остался стоять. Вопрос в том, что в него была абсолютно вынута одна функция и вложена другая. То есть кирпичные стены были разобраны в кирпичном здании. Тое здание, которое мы видим, там вот это бетон, он был просто выпилен, и было создано жильем. Причем это жилье создавалось тоже при помощи этого сообщества, потому что никто в этом районе жить просто не хотел. Это был такой промзона. И люди, которые загорелись идеей спасения, собственно говоря, вот этих силостных башен, они сказали, а мы хотим там жить, у нас там будут студии и так далее. И благодаря им этот проект состоялся. Естественно, там был поиск финансирования и так далее, и так далее коммерческую, как бы мы сейчас части опускаем. Но надо сказать, что все так замечательно сложилось, что в 2001 году, когда все это открылось, район один из самых популярных по посещаемости в Амстердаме. И более того, буквально несколько лет назад одна очень модная архитектурная компания МВРДВ голландская построила там огромный жилой комплекс. Сейчас жильцы этого, вот этих силостных, силосдам, так называемых, они уже практически все сменились, потому что стало очень престижное место, с очень высокой арендной ставкой и с очень хорошей ценой на недвижимость. Так, теряем нить. Во-первых, что стало с трамвайным депо? Во-вторых, что стало с трамвайным депо? Во-вторых, какую связь это имеется, то есть на Покровском бульваре? Вернее сказать, почему вот здесь такой счастливый финал находится сообщество жителей, которое перелапывает ситуацию? Сообщество жителей при помощи архитектора. При помощи архитектора. Да. Почему не находится, не удается это здесь, в Москве на Покровском бульваре? Потому что экспертиза, которая была проведена, сказала, что это здание невозможно приспособить под, собственно, те нужды заказчика, то есть под жилье, которое, если, извините за юрдохранилище, можно приспособить, то АТС. Там говорилось о том, что там слишком высокие объемы и так далее. То есть совершенно очевидно, вот для меня, я не архитектор, но мне очевидно, что это все заказ. Сергей Борисович, АТС можно приспособить под элитное жилье? Вот с этими щелевидными окошками конструктивистскими. Прошу прощения, там изначально шла речь даже не про элитное жилье, а про гостиничный комплекс. Ну, гостиничный комплекс, хорошо. Коллеги, вопрос, конечно, я потом вернусь в квалификации, да, архитектора, планировщика, который это применяет. Потому что у нас примеров пока мало, к сожалению, но когда вы там поселяетесь, опять же, извините меня, в Риме, там в Мадриде или в каком-то другом городке, и в исторической застройке вы находите какую-нибудь гостиницу, там по букингу, и когда вы в нее вселяетесь и петляете, вот я вот жил сейчас в Риме, я не мог найти свой номер два дня, а потом, так сказать, научился все-таки по каким-то познавательным знакам, пространство сложное, пространство нестандартное, но оно живет за счет каких-то решений, понимаете. С точки нашего проектирования, когда там инсоляция должна, еще что-то такое, я говорю, решение можно найти любому объему, любому пространству. Просто, ну, тут вопрос желания и профессионализм, опять же, понимаете. Это как раз доказательное проектирование, про которое, собственно, вы говорите. Извините, но тогда это просто не счастливый случай, вот не нашлось архитектора, который мог бы дойти до этого девелопера или владельца и убедить его в этом. Да. Дело в том, что ведь ситуация с АТС, вот сейчас, как бы, она развивается достаточно давно. То есть, как бы, я слежу уже последние практически два года за этой ситуацией. Вопрос в том, что почему это сейчас только стало достоянием общественности, да, уже когда все было решено, все экспертизы были пройдены и так далее. И вот это все обсуждение, оно, к сожалению, слишком поздно началось… Ну, нет, это давно было достоянием общественности. Сначала боролись с насосной комиссией, потом на охрану пытались поставить, но безуспешно. Но вопрос в том, что на митинги тогда никто не ходил, тогда их не созывалось. А сейчас, когда мы уже имеем экскаватор, как говорится, у стен, тут уже вопрос, как бы, какой-то политической воли, да. То есть, она должна какая-то политическая воля быть для того, чтобы это остановить, потому что это понятно, что это уже процесс, который запущен. Вот в чем вопрос. Вот. Ну, я, честно говоря, не знаю, как бы, Александру Кузьмину лично, да. Вот, но я посмотрела, как бы, те проекты, которые она делала. Наверное, как бы, тут вопрос, как бы, все-таки городской власти, которая, ну, через которую проходила экспертиза, собственно, этого проекта. Потому что то, что, как бы, там планируется построить, это вообще чудовищно. Да. В высшей степени. Да. Ну, вот как себе представить политическую волю, у кого она должна быть, у городской власти, она говорит, нет. Да, конечно. Мы передумали, говорит она. Потому что, например, та же самая ситуация вот с Большой почтовой улицей. Мы передумали, говорит она частному застройщику, нам его возьми неустойку свою и иди с Богом. Да? Да. Потому что заказчик, он может таким образом общаться с архитектором. Когда архитектор ошибается, заказчик с него снимает деньги. Уж поверите, как бы, ну, это известно, да, я говорю про… Вот. То есть, собственно говоря, да, город, если он хочет, он должен так сделать. Потому что Большой почтовый, ведь ситуация была такая, что… А если город ошибается, он с кого должен потом эти деньги взыскивать? Что значит взыскивать? Он должен… Это как раз вопрос законодательства. То есть вопрос то, что, как бы, АТС не была поставлена вовремя на памятник. То есть документы были завернуты, да, ну, как бы, все эту историю печальную уже, наверное, прочитали, как бы, знают. По-моему, это не вопрос законодательства, это вопрос решения, да. Да, вот кто-то когда-то решил, да, не знаю, ГЗК или там Собянин, да, Ну, ГЗК, да, давайте отдадим этот участок под строительство вот этой вот гостиницы. Ну, а потом вдруг происходит озарение, мы говорим, нет, мы этого делать не будем. Правильно, потому что должно было быть условие. А мы этого делать не будем, мы ошиблись. Вопрос всегда, кто платит? Нет. Вопрос, естественно, что должно приниматься, как бы, решение на стадии принятия решения. Ну, хорошо, вот не получилось на стадии принятия, получилось на стадии притворения в жизнь. Ну, поняли, господи, что же мы творим-то? Нет, нет, нет. Но сейчас, на самом деле, заказчик страдает только то, что он заплатил за работу архитектору. Собственно говоря, я вам скажу, это не такие большие деньги, учитывая особенно сейчас рыночную ситуацию. То есть сейчас заказчик в данной ситуации, собственно говоря, находится только вот в этом положении, что ему нужно найти нового архитектора. Мало того, как бы, я знаю, что Николай Лызлов предлагал, как бы, свои услуги в качестве архитектора и те, как бы, вот адаптивные варианты, которые возможны, как бы, они существуют, да? Ну, они существуют только в воображении архитектора. Вопрос будет здесь вопрос совести архитектора. Заказчику же нужно не адаптировать эту самую станцию, да? Ему чудится вот этот дом в стиле венского модерна, как они пишут, с эксклюзивным комфортом и там что-то изысканной роскошью. У него АТС не ассоциируется с изысканной роскошью, ему не это нужно. Да, не вот эта, не лапидарная вот эта вот архитектура, а ему нужно что-то вот такое, вот как в Европе, да? Да, я хотела бы все-таки, давайте вот послушаем, я просто чувствую, что здесь хотят сказать. Я просто, понимаете, вот разговор, когда идет, вот все-таки, ну, понятно, что проблема поставлена, потом что-то не поставили памятник, это как бы ошибка решения какого-то принятого. Хотя, понятно, и потом, собственно говоря, отбор архитектора, это тоже важная вещь. Обычно на таких проектах есть некий-то конкурс резюме на Западе, по крайней мере, да? И, предположим, я бы предпочел на этом памятнике видеть Хазанова или Лызлова, да, того же, как бы, с чем кого-то другого, который все-таки есть удачей, связанной именно с адаптацией наследия и так далее. А второй момент рисков власти, понимаете, вот то, что я говорю, у нас вот сейчас все-таки реставрация памятников, она идет, собственно говоря, за счет бюджета, ну, там, 99,9% в основном, в массе своей. Но, так сказать, вот в Европе или там где-то по-другому, потому что есть такая часть, которая идет за счет страховых обществ накоплений, то есть страхования рисков при реставрации и при использовании памятников, да? И страховые компании, которые финансируют, они потом капитализируют этот капитал, который не используется. И поэтому страхования рисков как администрации, страхования рисков как девелопера, они должны быть. И, когда войдет вот наше понимание этого страхования, тогда будет проще немножко ситуация развиваться. Но и при этом страховые компании, исходя из эффекта территории... Ведь проблема этого заняется не только в том, что будет тут Венский дом или не будет, да? Никто же не считая, собственно говоря, проблему территории, да? как она, исходя из этого, потом жить. Потому что одно дело, так сказать, от здания АТС, где там 10-15 служащих, другой — заселенный дом, так сказать, с придомовой территорией, с парковками, со всеми делами. Этого же нету, то есть нет зонирования, нет оценки, вот этого нет. Этого заниматься должна власть, безусловно. Но ГПЗУ, понимаете, вещь такая стремная, на самом деле, понимаете. Она, знаете, по каким канонам делать. Канон Москвы до сих пор ГПЗУ нету, понимаете. Ну, оно то есть, то нету, понимаете. Одно время на памятники давали нулевое ГПЗУ. В Москве много чего происходит, понимаете. На один объект дают два разрешения. Одно ресторанство, другое — строительство. Сейчас вроде не дают опять, понимаете. И вот, кстати говоря, по поводу выбора архитектора, это очень тонкий момент, как раз-таки на Большой Почтовой, когда это была конкурсная все-таки история. Там был проект Скуратова, он хоть как бы и, как говорится, и не очень тоже, в общем, бережно относился, как бы там и высотность там очень сильно в силу заказа увеличилась, но, тем не менее, надо сказать, что он хотя бы там хоть что-то оставил. То есть он какую-то вот эту вот ткань на этой Большой Почтовой. И он был в приоритете. Почему как бы вот в результате Бюро Левианта как бы его реализовывалось, как бы вот тоже вопрос. Это вот как бы Большой Почтовой. Здесь же как бы почему я, собственно говоря, к этому обратилась, потому что, поскольку Андрей Ван Стикт занимался вот этим проектом и в том числе как бы и экономической составляющей, как бы вот это, то, что вы говорили, это буквально впервые возникло вот это вот страхование наследия через вложение девелоперских. Они буквально вот в 96-м году впервые были реализованы именно вот в этом проекте в Голландии. То есть это был такой абсолютный эксперимент. И когда, вот, собственно говоря, мы видим вот этот вот опять же дом, и когда речь зашла, собственно, о трамвайном депо, и появился он, то вот это вот сообщество жителей местных, которые вокруг жили, и которые были заинтересованы в его сохранении, вот они подключились, и он предложил вот это вот финансирование, схемы финансирования без девелопера реализовать как раз вот на примере этого трамвайного депо. Естественно, здесь понятно, что функция абсолютно менялась. И нужна была, поскольку речь шла о каком-то комплексном подходе, для каждого из вот этих вот пространств и при этом как бы вот общего комплекса, поскольку это огромная территория, вот, естественно, нам нужно было строить подземный паркинг. Это как раз вот к вопросу о подъездах, например, к тому уже самому жилому комплексу, который должен возникнуть там, по мечтам. Простите, а вот в этом случае кто у нас является заказчиком, владельцем? Заказчиком являются, собственно говоря, те люди, заинтересованные люди. То есть это брошенное здание, которым жители местного сообщества могут распоряжаться, так что ли? Нет, владельцы, заказчик это разная история. Владелец это муниципалитет. Да, заказчик, собственно говоря, получилось так, что это были те люди, которые хотели там находиться. Будущий арендатор. Муниципалитет позволил им резвиться, да, как им нравится? Нет, как нравится, нет, потому что, как я говорила, они уже успели поставить это все дело, сами же жители поставили все это на памятник. Поэтому здесь никакой резвости не было. Был вот этот вот sustainable development, то есть если памятник живет, он должен каким-то образом финансироваться. Соответственно, паркинг так или иначе должен был появиться, поскольку это огромная территория, к которой, если будут приезжать люди, они должны где-то парковаться. И это практически единственная вещь, которая была таким серьезным внедрением в памятник. Все остальное, это была очень строгая реставрация. Вот, собственно говоря, как это выглядело. И они постарались сохранить все те подлинные детали, которые были во время, собственно говоря, эксплуатации здания, когда оно еще было трамвайным ДВО, вплоть до рельс. Естественно, они убрали эти смотровые ямы. И здесь вот видно, собственно говоря, как они закрывают эти смотровые ямы, как потом делается стяжка, и как потом эти рельсы возникнут. уже потом в интерьере, как напоминание, собственно говоря, об этой функции. Более того, в программу, собственно, архитектора, когда он разрабатывал программу здания, изначально было сделано так, что все арендаторы, они подбирались в зависимости от того помещения, на которое они претендовали. То есть каждая вот эта вот функция, бывшая функция зала и бывшее пространство зала, оно исходило как бы… То есть арендаторы, они должны были входить туда, подходить этому месту. То есть по этому принципу, собственно говоря, строилась вот эта вот программа внутри здания. В результате это получился огромный комплекс, вот эти вот двери гигантские, в которые ездили, это объездной зал, которые были отреставрированы и все поставлены на место. В результате это получился огромный комплекс, в котором есть и торговая функция, там проходит фактически городской маркет еды, там есть мастерские художников, дизайнеров, там есть гостиница, как ни странно, но ее тоже удалось как бы туда внедрить. Вот так это все выглядело. Вот так вот все это в разобранном виде находилось. Вот там была, собственно говоря, и работа со стенами, то есть как бы это все, вот видно здесь, то есть была такая профессиональная реставрация стен и стропил, которые, собственно говоря, являлись уникальной частью этой конструкции. И вот я еще раз хочу подчеркнуть, что если бы не было вот этого архитектора, который как бы все вокруг себя собрал и в результате фактически взял на себя вот это программирование вот этого здания не только с точки зрения наполнения функций, но и с точки зрения экономической составляющей и консолидации сообщества, то, наверное, как бы вот этого всего бы не случилось. То есть я хочу сказать, что архитектор — очень важная фигура в сохранении, реставрации, адаптации памятника. И то, как все это происходит, во многом зависит, собственно говоря, от этой личности. Поэтому очень внимательно всегда нужно относиться к тем персонам, которые проектируют наше с вами светлое будущее. Можно иметь тоже небольшой комментарий по моему мнению по этому поводу? Мне кажется, что очень важная проблема с памятниками, которые существуют, заключается в том, что большинством в России культурное наследие неосознанно как объективная ценность, которая является как бы всеобщей ценностью и, соответственно, нашим общим материальным активом. С этой точки зрения его практически вообще никто не воспринимает. С другой стороны, в Европе большинство людей, почему такое сильное волонтерское движение по спасению культурного наследия и именно при помощи приложения собственного труда, заключается в том, что там уже люди сознали довольно-таки давно, что в тот момент, когда в их районе появляется памятник, он сразу же меняет среду с экономической даже точки зрения в благополучную сторону. Там повышается цена аренды, там повышается стоимость недвижимости, туда начинают приходить туристы, которые начинают там как бы тратить свои деньги в тех же самых кафе и в сувенирных магазинах и так далее, и так далее. Одно все притягивает одно за другим. В итоге весь район становится более благополучным. Поэтому, например, неблагополучные районы исторических городов Европы очень часто специально внедряют такую культурную функцию, которая постепенно видоизменяет этот район полностью. Как, например, в Генуе студентов Генуевского университета поселили в средневековый квартал после вокзала, где жили только иммигранты, афроамериканцы, наркозилеры и так далее. В итоге, ну это, конечно, достаточно сомнительное решение студентов поселить в такое место, с одной стороны, с другой стороны. Они узнали многое для себя новое. Дело в том, что они видоизменили действительно облик этого района. Он стал совершенно безопасным, при том, что он сохранил свою полностью историческую среду. Там есть улицы, по которым не всякий человек может пройти в силу… Ну, то есть на кресле каталки даже не может проехать, например, потому что они очень узкие, там улица полметра. Но при этом район стал благополучным, и там счастливые интеллигентные лица, в общем, какие-то песни раздаются, и музыка играет. Это одна вещь. И второе, что я хотела добавить, это то, что культурное наследие, оно является очень емким в плане того, что емким в том смысле, что оно может принять очень разнообразную функциональную нагрузку. Например, English Heritage — это такая организация, которая занимается культурным наследием Великобритании. Они провели исследование, выяснили, что большинство зданий, которые в свое время строились как объекты жилья и политические клубы и так далее, они сейчас в себя вмещают производственную функцию. Там располагаются типографии, магазины, какие-то небольшие ремесленные производства, фотостудии и так далее. А в промышленных зданиях с очень большим удовольствием стали селиться люди, потому что это модно, и эти лофты меняются функцию на жилую. То есть такая полная смена одно на другое. Вот такая тенденция. Просто я хотела тоже поблагодарить Юрия Борисовича за то, что я вижу живого архитектора, потому что мы были в усадьбе... Дело в том, что мы были в усадьбе Брянчаниновых. Мы тоже видели это чудо, были там довольно подробно. Там еще церковь прекрасная. Нам рассказывали, здесь просто было сказано, что там идеальная ситуация. На самом деле, как нам рассказывали, я хочу спросить, правда это или нет. Там довольно грамотная тетенька работает в церкви, которая говорит, что надо вообще реставрировать не по чертежам, а по обмерам. Во всем этом она как-то очень прониклась. В субботу не венчают. В общем, у нее очень многоплановое какое-то видение мира. Она сказала о том, что там даже не было чертежей этой усадьбы. И когда восстанавливали... То есть ситуация не идеальная для реставратора, потому что даже не было чертежей. Мы-то здесь говорим о порче памятников, когда есть все, архивные материалы и так далее. И что приезжала, когда потомок из Франции или из Австралии... То есть она рассказывала о том, как выглядела усадьба, даже не потому, как она ее видела в детстве, а потому, как она ее видела в детстве на фотографии у себя во Франции. И тем не менее получается такое чудо. Поэтому спасибо вам большое. А вопрос у меня такой. То, что происходит сейчас, вообще понять, объяснить очень сложно. Вот эта неправильная реставрация, которая переходит в реконструкцию. Мы начали говорить о Большом театре, например. Начали с него. Это что, форма тоталитаризма? Ведь очень часто в памятнике даже не сохраняется какой-то изюминки. Как сказала Майя Плесецкая, ее спросили, какая сцена мира вам нравится больше всего. Она ответила, мне нравятся сцены Большого театра. Вот почему при таком проекте нельзя было сохранить эту сцену? Она же не влияла на расширение площадей, на инвалидные какие-то приспособления. Вот это что, форма тоталитаризма, когда не учитываются такие изюминки? Или вот, например, на Бауманской. Ведь уничтожение этих двух башен или сохранение их не влияет на арендные площади. Ведь здесь уже нет разговора о материальной какой-то выгоде, которая извлекается из этих башен. Вот это что, форма мышления такая? Вот какая-то новая? Почему люди не видят изюминок и их уничтожают тоже? Вот что это такое? Ну, знаете, вот если коротко, да? Все-таки вот у нас... Может, категорично очень, да? Я как-то думаю, что у нас все-таки советский период, советское время, да? Оно сделало какое-то такое дело, которое, в общем-то, часть людей в элите, сказать, просто наши свои современники, они не являются наследниками вот этого всего наследия. Это не их, понимаете? Это не их среда, это не их жизнь. Это не их... Не было их жизни среди этого, понимаете? И поэтому это есть, конечно, такая проблема. Она будет изживаться, наверное, долго и очень сложно, да? Второй момент, понимаете, это который вопрос, потому что я говорил уже, так сказать, это, собственно говоря, профессионализм, который все-таки должен как бы нашим коллегам присутствовать всем, да? С одной стороны, архитектор должен рассказать экономическую выгоду заказчику, его убедить в том, что вот именно так выгодно, а не так выгодно, да? А не идти у него на поводу. Но для этого, конечно, нужны серьезные рычаги для архитектора. А второй момент, я считаю, что важно, это чтобы архитектор придумал легенду, миф для этого места, памятник о территории и так далее, которое, так сказать, заворожит, понимаете? Маленький пример. Мы когда вот делали концепцию сохранения культурного наследия Кириллезовского монастыря, и в декабре прошлого года у нас были публичные слушания, такие в Шроке, в Вологде, да? Мы как бы, знаете, вот чувствовали себя людьми, которые возвращают биографию этого места. Рассказываю, как важно, что, и какое счастье, что они там живут, что столько веков истории прошло через это время, что столько пять следов истории осталось, понимаете? Это тоже очень важно. Я просто, знаете, вот, я чувствую, когда я говорю эти слова, я ощущаю, как бы, груст на себе и на своих, таком, коллегах, которыми должны заниматься. Но выбора нет, понимаете? Если взял на себя груст, ты должен по этому пути идти, да? Цена этому жизнь, но другого-то варианта нет. И поэтому, как бы, вот это такой, наверное, ответ. А по поводу Уверенчаниновых, усадьба, пока там был, извините, санаторий туберкулезный, она сохранялась почти в идеальном состоянии до момента, когда санаторий оттуда выселили. Там были настройки-пристройки и были обмеры того времени. И более того, сохранились первые чертежи, которые конкурсы, так называемые, которые делались в 1811 году местным архитектором. Так что там много чего было, понимаете? И нам во многом помогала фиксация этих больных, которые в этом санатории лечились. Прекрасно. Значит, резюмируем. Для того, чтобы получилось что-то удачное, что здесь, что за границей, нужно местное сообщество, готовое к переменам, нужен какой-то катализатор, способный зажечь людей этой идеей, своей или подсказать им чужую. Нужно еще, я так понимаю, благосклонное внимание власти. Что в Лагутской области, что в населенных испанских. В современных императорах римских. Это так. Потому что само по себе... Нет. Есть какое-то такое убеждение, что как-то это делается само по себе, какие-то невиданные руки рынка туристического и прочее. Судя по всему, нет, что здесь по обе стороны бывшего железного занавеса все работает одинаково на самом деле. Власть должна в это вкладываться. Для того, чтобы она вкладывать какие-то усилия душевные, но чтобы она вкладывала, надо, чтобы был кто-то, кто способнее это объяснить. Что это ценно, что это нужно, что это делает брендом и так далее. Так. Запоминается последнее. Кто-то что-то хочет еще сказать напоследок? Вопросов есть? Давайте последний вопрос этого вечера. Чувствую, хороший аккорд будет. Я рад, что Сергей Борисович у нас сегодня. Я воспользуюсь этим. Задам вопрос немножко не по теньми использования, но мы все знаем, что вы причастны к Новому Иерусалиму, и все знаем, какая бурная реакция в обществе. Вы, в принципе, вначале ответили, так между строк, на этот вопрос, что искусствоведы сапрамат не изучают, в отличие от архитекторов. Но дело в том, что реакции среди архитекторов тоже очень, скажем так, неоднозначные. Вот могли бы вы нам вкратце рассказать, чем все эти люди недовольны? Понимаете, вот если в двух словах, Иерусалим — это такая, знаете, очень площадка, такая со всеми, такая немножко страшная площадка, потому что это была директива, указ президента, и превращение, знаете, она звучала так, восстановление исторического облика, на Иерусалимском монастыре, так указ звучит. Понимаете, что за этим стоит, оно у Богу известно, понимаете. В нашем понимании, когда мы делали концепцию, а была концепция, было восстановление, ну, это, так сказать, русской Палестины, прежде всего, так сказать, как некого комплекса, такой катехизации, обучения, ну, подобное, как Кальвария Забжидовского под Краком и так далее. Ну, естественно, вот этот церковно-исторический подход и научная реставрация, они тут столкнулись по полной программе. С одной стороны, слова патриарх, чтобы не нужен нам лоск, с другой стороны, каждодневные наблюдения и патриархской комиссии по искусству, которые там были, там целый экспертный совет. Чем там, я думаю, что по большому счету, кто там побывает и увидит это, ну, да, там получился некий такой великолепный ансамбль монастыря. Самое главное для меня, что вот сколько вы ни говорили, те элементы, которые память с основного собора были подлинными, они все сохранены. Кто бы что ни говорил, я могу это доказать с фактами в руках. Притча во языцах это шатер. Шатер, который в 70-е, 80-е годы три раза переделывали, если кто в курсе истории, его три раза переделывали. И последний проект, который при всем уважении, сказать, к уважаемому инженеру Смирнову, да, и когда мы в конце с ним дискуссии долго говорили, что все-таки этот шатер сделали не по его проекту. Сделали из другого стартамента, сделали и так далее. А задача была, сказать, изменить режим в соборе. Потому что вечная беда собора это был, извините меня, конденсат. Конденсат вечный современной постройки, который описывается в всех описях и так далее, и так далее. Режим собора мы построили там тепломодель, климатическая модель самого собора, как распределяется и так далее. И шатер, он сейчас утепленный. Вопрос по форме, форма я за форму, вопрос там есть в нюансах, что называется, нюансы. Это люкарны, которые, я не буду комментировать, но я скажу, что это надо переделать со временем. Но это не принципиальное решение, собственно, всего силуэта и так далее. А это реально, что кто-то будет переделывать? Ну, понимаете, знаете, вот есть категория в зонах охраны такой, знаете, объект, дисгармоничный объект. Он стоит, может быть, и вечно, но он дисгармоничным понимаете. И в случае, когда следует принятие решения, то по нему принимается решение. Понимаете, надеюсь, что когда-то все это решение будет по этому принято. Но принципиально собор сохранен. Более того, в процессе работ та вечная беда собора была раскрыта тайно, почему он там врушался и так далее. Наши предки в 17 веке сделали, так сказать, кладку не цельную, стену собора, ротонды, а с забутовкой. И забутовка была сделана из круглого окатыша, дикого камня, который при намокании, размывании, вот том двадцатипилетном намокании стен в начале 18 века, когда вымытла была известь, это и послужило обрушением первого шатра, собственно говоря. И когда мы туда вошли, извините, сканерами, всякие оптики, волокном и так далее, когда мы увидели внутри стены расселенные 15 сантиметровой шириной, просто такие, знаете, коридоры вот эти уходящие, это был тихий ужас, понимаете, так сказать, как-то все стояло, как-то было нагружено. Много, конечно, там на самом деле есть с перебором, там блеск, красота, но это, так сказать, такой патриарший собор, который, так сказать, будет служить. Но на мой взгляд, для меня лично печаль в том, что проблема, так сказать, русской Палестины, как уникального события русской цивилизации, она не случилась, она, к сожалению, трансформировалась в туристический кластер русской Палестины. То есть это вот от этого вот этого слова образования просто берет жуч, что называется. К сожалению. Но это связано и с земельными, Владимиром и так далее. А так сказать, в основном, понимаете, многие, то, что касается, стены башен, но они такие, они же послевоенные, практически все построены. Вот. Вот в основном, конечно, будет существовать со всеми нашими победами, и, так сказать, нашими грехами, метод будет объект существовать дальше. Но то, что касается подлинных элементов, но шатер, понимаете, есть целый блок, вы можете в архиве посмотреть, целый блок построений, связанных и с цифровкой, и с геометрическим построением, и с перспективой, и так далее, как искали форму, наклон и форму головы. Понимаете, вопрос покрытия, знаете, впервые в русской истории многие архитекторы, реставраторы работали и читали в летописях, в описях и переписных книгах луженое железо. Так вот, шатер покрыт луженым железом, не пластмассой, а луженым, а что такое луженое железо? Это железо, покрытое олвом. То есть, оно так выглядит. Нам это непривычно. Мы привыкли к луженому железу в виде оцинковки, понимаете? А вот этот переливающийся матово-желтый белеский блеск, это есть блеск луженого железа. Продолжение следует...